Сегодня у нас очередная встреча Экспертно-аналитического клуба Сегодняшняя тема к Новой Беларуси Факторы трансформации И сегодня в годовщину марша Новой Беларуси Белорусский институт стратегических исследований Представит исследование, посвященное анализу возможных сценариев политических трансформаций Беларуси Наши сегодняшние спикеры Это Петр Рудковский Доктор гуманитарных наук Академический директор БИС Координатор исследования к Новой Беларуси Сценарий трансформации Петр, добрый день Это Павел Усов Доктор политических наук Руководитель Центра политического анализа и прогноза Варшава Павел, добрый день Добрый день Виталий Цыганков Политический обозреватель Радио Свобода Виталий, добрый день И Таня И Леся Рудник Исследовательница Центра новых идей Докторантка университета Карлстад Леся, привет Всех витаю Добрый день Напоминаю всем участникам, что у нас Доступен живой перевод на английский язык И если вам удобнее слушать нас На этом языке То, пожалуйста, выберите Соответствующую звуковую дорожку Если вы выберете звуковую дорожку Русская То вы будете слушать нас на белорусском Или русском языках В зависимости от языка спикеров Формат встречи клуба Это, как обычно Частное выступление спикеров И частную дискуссию В дискуссии могут принимать Участие все участники встречи Так что, пожалуйста, если у вас По ходу встречи возникают какие-то Комментарии или вопросы То, пожалуйста, пишите в чат Поднимайте руку Мы вам дадим слово обязательно И напоминаю, что мы ведем Видеозапись дискуссии Но напоминаю, что правило ChatMhouseRule у нас по-прежнему применяется Применяется оно по предварительному Уведомлению Соответственно, если вы хотите сказать Что-то не под запись И что нельзя цитировать Другим участникам дискуссии С вашим именем То, пожалуйста, предупредите нас Перед такой фразой Мы ее из записи вырежем А другие участники клуба будут знать Что с вашим именем Такую фразу цитировать нельзя И я передаю слово Самодоратору Вадиму Можейко Вадим, пожалуйста Спасибо, Антон Добрый день всем Сегодня у нас Важная Может быть, даже очень Может быть, самая важная тема Это политическая трансформация В Беларуси Это то, о чем Так или иначе Мы все думали и говорили На протяжении последнего года И мы видим, что если Год назад в этот день Был марш на Беларуси И вопрос политической трансформации Можно сказать так Обсуждался на улицах Таким образом То сегодня мы будем смотреть На эту ситуацию С аналитической точки зрения И сегодняшнюю Мы начнем с того, что Петр Рудковский Представит исследование БИС Посвященное Политическим трансформациям Которое как раз Петр и координировал Там было много авторов Петр еще об этом Подробнее расскажет И после этого У наших уважаемых Приглашенных спикеров Будет возможность Поделиться своими Рефлексиями И по поводу исследования И в целом По поводу тех вопросов Которые в нем поднимаются И которые у нас В анонсе были обозначены Поэтому Спасибо всем Кто к нам сегодня присоединился И напоминаю Что после Разных спикеров Также будет возможность У всех наших участников Также задать свои вопросы Поэтому Можете прислать их в чат И также отметили вопросы Которые уже прислали На этапе регистрации Тоже обязательно Все это сегодня обсудим А Наверное я передаю слово Петру Рудковскому Чтоб ты потом мог представить Основные результаты Этого исследования Добрый вечер Спасибо Вадим Спасибо Антон Спасибо всем Участникам Прибытия на эту Дискуссию На презентацию Их дискуссию Вот На протяжении Последнего Полугодия Более полугодия Мы Хотя Нерегулярно Но Занимались Исследованием Факторов Трансформации Исследование Которое Проводилось Под таким Названием К новой Беларуси Факторы Трансформации Я был Координатором Этого исследования Здесь принимали Участие Мои коллеги Из БИС И Наши Интерны Тоже Очень Солидный Вклад Внесли В это Исследование Вот И Хотелось бы Вот Годовщину Марша Новой Беларуси Поделиться Результатами Этих Исследований Что здесь Можно Сказать Касательно Состояния Беларусской Политической Системы Касательно Перспектив Трансформации Ну и Какие Здесь Практические Соображения Могут Быть Ну Касательно Практических Соображений Я здесь Буду Довольно Таким Скромным Здесь Возможно В процессе Дискуссии Это Будет Такой Момент Чтобы Поделиться Разными Соображениями Вот Поэтому С вашего Разрешения Я Перейду К презентации Этого Исследования Вначале Несколько Слов Насчет Целей Исследования Основной Целью Было Диагностировать Диагноз Состояние Беларусской Автократии Ну Также Идентифицировать Факторы Влияющие На политическую Трансформацию В Беларуси И здесь Нас Интересовали Четыре Типа Факторов Во-первых Способствующие Преодолению Демократии Демонтажу Извините Автократии Авторитарного Режима Замедляющие Этот Демонтаж Но Также Особую Группу Другую Группу Мы выделяли Факторы Которые Способствуют И не Способствуют Демократизации Здесь Не ставя Знака Равенства Между Преодолением Автократии Демократизации Это Как Показывает Опыт Ну И здравый Смысл Кстати Это Вещи Разные И Не каждый Фактор Который Способствует Преодолению Автократии Способствует Демократизации Есть Такие Вот Моменты Ангиболенции Пару Слов Касательно Методологии Во-первых Установление Реального Положения Вещей В стране Беларуси Ну И Установление Релевантных Закономерностей Закономерностей Которые Применимы К Этой Ситуации Которая Сложилась Ну Которая Складывалась На протяжении Лет В Беларуси Ну И На базе Первого И второго На базе Солидного Знания Солидных Фактов Касательно Реального Положения Вещей И Закономерностей Можно Было Сделать Думаю Что Хотя бы Частично Это Удалось Диагноз Положение Вещей В стране Сквозь Призму Закономерностей То есть Не то Не только Описание Текущих Процессов Но Также Идентификация Трендов Тенденций Попытка Прогнозировать Будущее Это конечно Такой Скользкий Вопрос Но В какой-то Мере Возможно Еще Касательно Методологии Откуда Данные О Реальном Положении Вещей Во-первых Социологические Опросы Мониторинги Политического Процесса Здесь Кстати Очень Был Полезен Очень важен Мониторинг Беларус Вопрос Не знаю Продолжается Естествознание Законы Природы И так далее В социополитической Реальности Таких Железных Законов Нет Но Все-таки Кое-какие Закономерности Можно Установить Ну На базе Например Предыдущих Кейсов Исследования Жизненного Цикла Павших Автократий На протяжении Послевоенного Переда Ну Ни много Ни мало Около Полутысячи Автократий Было Ну И в течение Где-то 15-20 Последних Лет Есть большой Такой Интерес К Извините Масштабным Исследованиям Автократий То есть На базе Больших Значит Большого Количества Данных Вот Они Позволяют Ну Уловить Кое-какие Закономерности Детальное Изучение Отдельных Кейсов Так называемый Кейс Стали Ну К примеру Вот Один из Последних Кейсов Нас Интересовал Вот Коллапс Автократий В Тунисе Ну Сейчас Как-то Есть В том И того Что Есть Откат От Демократизации Но Еще Это Возможно Не Последнее Слово В истории Туниса Возможно Этот Кризис Будет Преодолен Так Или иначе Изучение Отдельных Кейсов Более Детальное Более Глубокое Ну А также Общие Когнитивно-поведенческие Закономерности Ну Например Как то Что В ситуации Неопределенности Человек Обычно Выбирает Статус Кво Эффект Коллеи Или Типичные Способы Восприятия Рисков И так Далее Есть Определенная Порция Закономерности Которая Можно Ну На базе На базе Психологии На базе Когнитивистики Ну Такого Общих знаний Не обязательно Очень углубленных Идентифицировать Здесь первая Будет Две части Будут Две части Этой Презентации Состояния Белорусской Автократии Белоруссия Это Крайне Персонализированная Автократия Без Партии Власти Давайте Посмотрим Это В сравнительном Ракурте Вот Это Рейтинг Автократий По Жесткости Мягкости Ну Это Чтобы Все Убедились Что Белоруссия Это Автократия Это Не Демократия Это Даже Не Гибридный Режим Это Полноценная Автократия Вот Здесь Индекс The Economist Индекс Значит Economist Intelligence Unit Индекс Вот Возможно Некоторым Будет Интересно Посмотреть Где На каком Уровне Отдельные Страны Находятся Но Это Можем Оставить На другой Случай Здесь Прошу Обратить Более Внимание На эту Фиолетовую Полосу Это Здесь Находится Беларусь Ну Не На самом Верху Не Не Самая Успешная По своей Жесткости Страна Самая Успешная Это Северная Корея Как Можно Догадаться Беларусь Отстает В этом Плане От Северной Кореи Ни 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 Мало Кажется 34 Пункта Но Опережает Вот Например Мавританию Мали На 32 Как Минимум Пункта Поэтому Выше Середины Но Это Процесс Который Уже Значит Процесс Состояние 2000 Года Начало 2021 Вот Ранее Беларусь Была Немного Ниже Значит Менее Жесткая Автократия Теперь Прошу Посмотреть На степень Персонализации Власти В Беларуси Опять же Здесь Внимание На эту Фиолетовую Полосу Вот здесь Находится Беларусь Степень Персонализации То есть Концентрация Концентрация Власти В руках Одного Человека И Нежелание Диригировать Власть Другим Институтам Или Другим Субъектам Персонам Вот Степень Концентрации Власти В одних Руках Очень Высокий Практически Но Беларусь Находится В лидерах Здесь От Северной Кореи Отстает Всего на Два Пункта 99 Северная Корея 97 Пунктов Беларусь Это На базе Индекса The Economist В пересчете На стабальную Систему Там Система Она Другая Но здесь В пересчете Оно Получается Вот таким Образом Еще один Момент Значение Правящей Партии Тоже Такой Структурный Момент Который Важно Учитывать Но здесь Не видно Фиолетовой Полосы Потому что Беларуси Нет правящей Партии Неизвестно Появится Ли она Вот Во многих Большинстве Автократиях Она Есть Беларуси Значит Не только Есть А играет Существенную Роль Есть Автократии Где Тоже Есть правящая Партия Например В Азербайджане Но вот По индексу Varieties Of democracy Ее значение Ничтожное Практически Нулевое Поэтому Здесь Азербайджан Тоже С нулевым Значением Правящей Партии Но в Беларуси Просто Как таковой Не существует Есть там Провластные Партии Но Они Здесь В процессе Принятия Решений Практически Не участвуют В качестве Партии Кто Из этого Следует Во-первых Есть Какой-то Извините Плюс Для Авторитарного Режима То что Центр власти В таких ситуациях Хорошо Идентифицируем И ничего Удивительного Что на протяжении Истории Вот Абсолютистские Режимы Ну Абсолютизм Он Пользовался Спросом В современном Мире Это Уже Ну Такой Относительно Редкий Случай Вот Аж Такого Концентрации Такой Концентрации Власти Как Беларуси Но Но Как Видим Есть Особенно Это Для Силовиков Довольно Важный Момент Для них Важно Что Четко Они Знают Где Центр Власти Кто Принимает Решение Или Кто Контролирует Принятие Решений Но Есть Серьезные Минусы Сильная Персонализация Снижает Качество Менеджмента Власти Это Дополнительный Фактор Риска Как Показывают Исследования На Базе Многочисленных Кейсов Но Это Уже Не Нами Проведенные Нами Использованные Это Отсутствие Партии Власти Это Дополнительно Создает Дополнительные Риски Для Режима Что Еще Касательно Состояние Беларусской Автократии Серьезная Проблема С легитимацией Ужесточения Репрессий И Ну Ужесточенность Элит Находится Под вопросом Теперь Немного Более Подробно Касательно Этих Моментов Итак Здесь Модель Которую Использовали Немецкого Политолога Йоханна Сагершевского Три Столпа Или Три Фактора Авторитаризма Легитимация Репрессии Коаптация Коаптация Имеется в виду Коаптация Элит Силовых Экономических Технократических Элит Вот Три Эти Момента Они Существенные Три Столпа Авторитаризма Вот Ну и Теперь Немного Более Подробно Касательно Касательно Отдельного Из них Касательно Легитимации В начале Это Индекс Электорального Процесса И флюорализма Беларуси По Опять же По The Economist Index Intelligence Unit Видим С 2006 По 2020 Год Всегда Это Было На Низком Уровне Но В 2020 Году Этот Индекс Этот Параметр Он Снизился До Ну Здесь Можно Сказать Что Это Экспертная Оценка Там Значит Легитимация Она Предполагает Восприятие Населения Ну Население И Элит Вот Но Здесь Тоже Ситуация Очень Такая Непростая Мягко Сказана Во-первых Крайне Низкое Доверие К Центральной Избирательной Комиссии Это Уже Было Видно Весной Прошлого Года 11% Доверие К ЦИК В Минске По Исследованию Института Социологии Национальной Академии Наук Вот Я Не Помню Точно Значит Был Более Свежий Тоже Опрос По Доверию Центральной Избирательной Комиссии Тоже Очень Низкий Сужение Очень Сильное Сужение Аудитории Государственных СМИ Низкое Доверие К ним Еще В 2018 Году Доверие К Государственным СМИ Превосходило Доверие К Негосударственным Сейчас Ситуация Диаметрально Противоположная Очень Низкое Доверие Аудитория Аудитория Можно Видеть По Интернет Ресурсам На Ютюбе Телеграм Каналы Государственные Как Ситуация Обстоит Слишком Очевидные Пальсификации 2020 Года Были Очень Серьезные Очень Большие Накрутки И Очень Широкий Резонанс Четвертых Дефицит Достоверных Социологических Опросов Ситуация Такой Более Менее Стабильности И Функционирование Социального Контракта Это Возможно Играло В пользу Режима То что Там Социологические Центры Там Независимые Или Пусть Себя Государственные Но С хорошей Научной Репутацией Вот Это Возможно Играло На пользу Режима Но К 2020 Году Это Начало Играть Во Вред Режим Вот Этот Славный Мем 3% Многие Использовали Это Просто Как Мем Как Такую Метафору Но Многие Действительно Верили Что У Лукашенко Не более 3% Поддержка Это Продукт Того Что Не было Достоверных Социологических Вопросов В ситуации Когда Нет Этого Значит Практически Любая Цифра Может Стать Таким Социальным Фактом На Это Еще Или Под Это Накладывается Фоновое Недоверие К Ковидной Статистике То Что Было Актуально В 2020 Году И Ныне В 2021 Году Это Касательно Легитимации Векторальной Легитимации Но Есть Еще Другие Формы Легитимации Через Социальный Контракт То Что Экономический Уровень Обеспечивается Есть Еще Идеологическая Легитимация Но Здесь Тоже Обстоит Ситуация Очень Неоднозначная Особенно Касательно Социального Контракта Вот Эта Экономическая Часть Социального Контракта Под Большим Вопросом По той Простой Причине Что Экономическая Стагнация Уже На протяжении Длительного Времени Ну А Сейчас Она Скорее Всего Просто Обречена На Депрессию Но Остается Враг Невидимка Ковид Коронавирус Реакция Властей На Пандемию Здесь Она Очень Сильный Резонанс Вызвала Негативный Резонанс Но С другой Стороны Остается Страх Дестабилизации Хаоса Майданизация По-прежнему Она Население Ну Вызывает Скорее Негативные Ассоциации Чем Чем Позитивные Риторика Традиционных Ценностей Сохраняет Свой Потенциал Это Ну Вещь Которую Активно Очень Активно Используют Режим И Здесь Российские СМИ Месседж Который С Кремля Подыгрывает В этом плане Поэтому В этом Есть Кое-какие По-прежнему Более-менее Не сильные Но Какой-то Потенциал Здесь Есть Возвращение Репрессий Здесь Несколько Было Исследований Тут Я Здесь Упоминаю Одно Из исследований Даниэла Тризмана На базе 316 Кейсов Которые Из которого Следует Что Ужесточение Репрессий Основная Причина Коллапса 22% От автократии Ну Ни много Ни мало Значит Но Это Речь идет О Ситуациях Когда Ну Когда Были Поводы Говорить Что это Основная Причина Может быть Еще Сопровождающая Причина Что Ведь Не только От Избытка Репрессий Есть Многие Другие Факторы Которые Могут Ослаблять Автократию Ну И Сдержки От репрессий В Беларуси Уже В прошлом Были Очень Хорошо Заметно Это И Реакция Населения На задержание Тихановского И Пытки 9-11 Августа Но Сейчас Происходит Масштабное Задержание Обыски Ликвидации СМИ НГО И так Далее Но Здесь Под вопросом К чему Это Приведет Здесь Конечно На 100% Нельзя Сказать Что Это Обязательно Станет Таким Основным Основной Причиной Коллапса Но Это Создает Еще Один Фактор Риска Для Устойчивости Автократии Белорусской Потому что Недовольство Никуда Не девается Оно Нарастает Аккумулируется Риски Конечно Сейчас Протесты Очень Большие Но В любой Момент Они Могут Взорваться Несколько Несколько Слов Касательно Элит Ну Лукашенко Остается Для Экономических И особенно Силовых Элит Арбитром И Гарантом Привилегий Система Построена Таким Образом Чтобы Функции Дублировались Разных Структур Чтобы Создавались Внутренние Конфликты Чтобы Лукашенко Мог Быть Арбитром В этих Конфликтах Ну И Лукашенко Для Многих Остается Сохранением Привилегизированного Извините Статус Кво Российская Социализация Элит Следующий Слайд Будет Более Подробно Касательно Этого Здесь Тоже Фактор Который Ну Пока Что Действует В пользу Режима Но Продолжается Уход Из Системы По Моральным И Профессиональным Причинам Есть Также Проблема Отчуждения Армии Армия Беларуси Одна Значит Одна Или даже Единственная В мире Где Где Ну Не Единственная Но Одна Из Армии Где Финансирование Значит Правоохранительных Органов Превосходит Финансирование На Оборону Также Ситуация В которой Военные Были Поставлены В ходе Этого Столкновения В ходе Конфликта Другой Половины 20-х Значит 20-го Года Здесь Она тоже Была Такой Очень Противоречивой И вызывала Серьезные Были Основания Для Недовольства Часть Вторая Факторы Трансформации Позитивные Негативные И Амбивалентные Позитивные Факторы Такие Что На протяжении Последнего Десятилетия Очень Заметно Это следует Из Всемирного Опроса По ценностям И европейского Изучения Ценностей Беларуси Снижение Уровня Патарнализма И рост Веры В собственные Силы На вопрос О том Значит От Кого Должно Зависеть Благосостояние Человека Или от Индивида Или от Государства Резко Возросло Количество Тех Которые Считают Что От Человека От Индивида Здесь Роль Государства В сознании Населения Очень Заметно Очень Солидно Уменьшилось Рост Уровня Образования Это Опять же Следует Из Международных Индексов Усиление Среднего Класса Ну и Опыт Продемократической Мобилизации 2020 Года Это Действительно Была Беспрецедентная Мобилизация Не только В плане Истории Беларуси Не только В истории Региона Но даже По глобальным Меркам Как следует Из индекса Varieties of Democracy Это Продемократическая Мобилизация Была Оценена На 3 Запятая 99 Из 4 Баллов Практически Рекордная Она Сопоставимая С Продемократической Мобилизацией В Венесуэле 2017 Года Здесь Можно Еще Упомянуть Медийный Закон 3,5% Он Основан На Преувеличенном Толковании Одного Исследования Ченовит и Степан Которые Там Показывают Что Когда В Акциях Протеста За демократию Участвует Более 3,5% Населения То В течение Года Практически Должно Произойти Изменение Это Было Сполитифицировано И Венесуэльским Кейсом И сейчас Неделю назад Сполитифицировано Белорусским Кейсом Год Как раз Прошел Но Основных Целей Протестное Движение Не добилось Ну Здесь Даже Без Этих Эмпирических Фолитификаторов Наивным Было бы Утверждать Что Какой-то Один Фактор Даже Такой Мощный Как Участие Такое Масштабное Участие В протестном Движении Должно Произвести Системное Изменение Но В сопряжении С другими Факторами Которые Опять же Они сохраняют Свою значимость Они Ну Они Существуют Здесь Это Не обязательно Значит Речь не в том Что на протяжении Года Полгода Или Двух Лет Но Они Наближают Вот Коллапс Автократии Что Они Все-таки Оставляют Довольно Сильный И устойчивый След В сознании Населения Но не только Населения Но и Также Элит Негативные Есть также Негативные Факты Трансформации Слабая То есть Противоречивая Национальная Идентичность Белорусов Здесь Речь Не столько В самой Национальной Идентичности А в том Что Она Компенсируется На Другом Уровне На Таком Повышенном Спросе На Наднациональную Идентичность Привязанность К Советскому Прошлому Это Не значит Что Что там Советское Прошлое Там Интересно Для Белорусов Но просто Как Такой Элемент Самоидентификации Привязанность К Ну Российским Или К Русскому Миру Или Евразийским Ценностям В противовес Западным Ценностям Вот Это Это Вот Моменты Которые Негативно Влияют На Процесс Трансформации Ценностный Евроскептицизм Белорусов По-прежнему Интеграция С Россией Евразийская Интеграция Она Превосходит Вот Установки На Возможную Гипотетическую Интеграцию С Евросоюзом Евросоюз Низкий Уровень Включенности Белорусской Экономики В Глобальную Экономику Российская Социализация Белорусских Элит А я Обещал Уже Этот Слайд Извините Вот Сейчас Он Наверное Появится На Базе Следований Грузинского Политолога Лебанидзе Вот Здесь Можно Увидеть Соотношение Численности Белорусских Чиновников Западным И Российским Образованием Его Расчеты Заканчиваются 2014 Годом С 2015 Года Это Уже Реконструкция Наша Точнее Моя Здесь Более Есть Определенный Риск Ошибки Но Даже Если Ограничиться Предыдущим До 2014 Года Вряд ли Тенденция Изменилась Можно Увидеть Насколько Преобладает Социализация Белорусских Чиновников В Российскую Среду Есть Амбивалентные Факторы Трансформации Во-первых Социальное Неравенство Большое Небольшое Извините В Белоруссии Страна Где Социальные Контрасты Большие Легче Мобилизировать Население Более Острое Чувство Несправедливости В Белоруссии Как раз Социальное Неравенство Небольшое Это Амбивалентный Момент Это Фактор Такой Стабилизации Также В условиях Автократии Но Если Случается Переход К демократии То тогда Демократия Более Устойчивая Это Это Хороший Момент В этом Высокая Государственная Устойчивость То есть Монополия Государства На Применение Силы На Насилие И Консенсус Касательно Государственных Границ Отсутствие Таких Круг Или Регионов Которые Ставят Под вопрос Государственный Суверенитет Вот Это Тоже В целом Это Хороший Момент Он Тоже Сыграет В будущем Позитивную Роль На Этапе Становления Демократии Но Все-таки На Этапе Преодоления Автократии Это Ну Он Усложняет То есть Здесь Ну Государственная С одной Стороны Есть Государственная Устойчивость С другой Стороны Больший Арсенал Вот Подавление Инакомыслия Децентрализованность Протестного Движения Здесь Ну Опять же Плюсы И Минусы Отсутствие Единого Центра Она Не Не Позволяет Так Быстро Расправиться Обезглавить Протестное Движение Вот Ну Конечно Это Имеет Тоже Определенные Определенные Минусы Ну И Глобальный Фон Отсутствие Региональных Или Глобальных Изменений В сторону Демократии Ситуация Кардинально Сейчас Иная Чем Например В 89-90-м Году Или В послевоенный Период После Второй Мировой Войны После Первой Мировой Войны Тогда Когда Происходили Серьезные Глобальные Изменения Вот Тогда Это Способствовало Активизации Местных Значит На Таком Локальном Уровне Продемократических Движений Сейчас В Глобальном Масштабе Ну Довольно Спокойно Даже Есть Замечается Какой-то Откат Он Такой Скорее Замедление Демократизации Но Во всяком Случа Привлекательность Идеи Демократии Она В глобальном Масштабе Менее Ощутима Чем Например В 90-е годы Рост Мягкой силы Авторитарного Китая Это Ну Моменты Которые Опять же Амбивалентные Но Почему Амбивалентные Почему Не говорю Что Однозначно Негативные Потому что Вот Пример Эпохи Модернизации 70-е 80-е Годы Тогда Когда Тоже Значит Не Не было Таких Серьезных Глобальных Сдвигов Но Государства Страны Которые Демократизировались В то время Это было Было Довольно Медленно Полезненно Но Которые Демократизировались В то время А там Демократия Более устойчивая Чем Те Которые Вот На волне Такого Энтузиазма Демократизировали Подытоживая Процедурная Легитимация И Культура Менеджмента Это Самые Уязвимые места Белорусского Режима С другой стороны Евроскептицизм Белорусов И Российская Социализация Элит Это Уязвимое место Лидеров Протеста Или Центров Протеста Еще Один Момент Глобальное Время Демократии Замедрилось Это Это Влияет На Темп Локальных Трансформаций Но Четвертый Момент Который Хотел Подчеркнуть Что Спрос на Перемены В Беларуси Спрос на Перемены Никуда Не делся И никуда Не денется Это Это Довольно Устойчивая Вещь Которая Сохраняется В Беларусском Обществе Это Конечно Не значит Что Там 80 Или 90 Или 97 Процентов За Перемены Это Гораздо Менее Но Все-таки Условно Говоря Более 50 Процентов Которые Ждут Перемен В той Или Иной Мере Конечно Далеко Не все Или Даже Мало Кто Готов На Серьезные Риски Это Это Понятная Вещь Но В момент Какого-то Неуверенности Автократии В момент Какого-то Или Нового Триггера Это Может Опять Пойти Эффектом Домино Я Свою Презентацию Закончу Цитатой Андрея Скурко Написал У фейсбуку Гот Таму 18 Жнивня 2020 Года 26 Гот Ты Ранее Урастала У Народное Тело У Кожную Костку Кожный Капилляр А вы Хочете Вырвать За пару Дзен И Нават Не Стамиться Так Не Буде Вот Этим Этой Цитатой Андрея Скурко Который В данный Мамент Является Политическим Заключенным И Хотел бы Закончить Эту Презентацию Спасибо Спасибо за Такую Серьезную Подробную Презентацию По Презентатам Исследования И Я бы Хотел Сейчас Дать Возможность Нашим Спикерам Поделиться Своими Рефлексиями О том Что касается И Тех Результатов Исследования Которые Представил Петр И В целом О том Какие На взгляд Наши Спикеров Сейчас Самые Серьезные Опоры Белорусской Автократии Какая Устойчивость И Какие Факторы Могут Способствовать Ее Демонтажу И Первым Я хотел бы Дать Слово Со своими Мыслями Спасибо Вадим Спасибо Коллеги Уважаемые Гости Петр Спасибо За презентацию За такую Работу Она Довольно Таки Актуальна Как И В свете Белорусской Политологической Мысли Так И Международной Политологии Так Как В какой-то Степени Белорусский Авторитаризм Если Исходить Из Подходов Анализов Изучения Авторитаризма За последние Десятилетия Представляет собой Уникальный Случай Не только В том Плане Что Эта Автократия Существовала По сути Географическом Центре Европы 30 лет Но и Успешно Противостояла Практически Такому Серьезному Системному Кризису Который В других Случаях В других Странах Приводил К коллапсу Авторитаризма И Действительно На сегодняшний день Я считаю Что Белорусская Авторитарная Система И Те Процессы Которые Происходят Сейчас Внутри Беларуси И вокруг Будут Представляют Интересный Кейс Для изучения Ну и Возможно Даст Для Многих Исследователей Ответы Почему Автократии Могут быть Такими Устойчивыми И по сути Если Оценивать Вот Этот Анализ Я Высокую Бы поставил Оценку И Для Многих Тех Кто Еще Питает Иллюзии Относительно Того Что в Беларуси Произойдет Быстрый Легкий Транзит Это Своего рода Отрезвляющий Душ Но Тем не менее Можно Полемизировать Относительно Стабильности Будущего Беларусского Авторитаризма Возможного Транзита Я тут Совершенно Согласен С Петром И с Докладчиками Что Уход Авторитарного Лидера Не всегда Означает Трансформацию И изменения На пути К демократизации Системы И С этим Связаны Целый ряд Факторов И Чтобы Определить Какие Будут Ключевыми Будущим Для Беларуси Для Демократии В нашей Стране Я бы Хотел Привести Цитату Одного Из Известных И И Следователей В области Геополитики И Также Тоталитарных И авторитарных Режимов Бжезинского Который Изучая Тоталитарные Режимы Фактически Вводя В обиход Эту Дефиницию В научный Обиход Сказал Что Единственное Что объединяет Диктатуры Это Отсутствие Выборов То есть Вот В Отсутствие Выборов Все диктатуры Одинаковые Но В процессе Трансформации В процессе Внутренней Политики Устойчивости Лидерства Они Отличаются Отличаются Из-за Внутренней Политической Культуры Отличаются От Исходя Из исторических Факторов Развития Развития Ну и Прежде всего Конечно же Отличаются Особенно Если говорить О процессах Трансформации И Можно Вспомнить Известный Труд Третья Волна Демократизации Если я не Не ошибаюсь Хантингтона И Они Отличаются Прежде всего Геополитическим Окружением Вот В таких Странах Как Беларусь Которая Находится В сложной Геополитической Обстановке Особенно Если Изучать И Исходить Из Такого Геополитического Раскола На котором Находится Беларусь Трансформация Всегда Будет Происходить Очень Сложно Если Сравнивать Начало 90-х Годов Изменения В Центральной Восточной Европе То Нужно Понимать Что Они Происходили В результате Внутреннего Коллапса В Советском Союзе Который По сути Инициировал Во многих Странах Переход К так называемому Социализму С человеческим Лицом Если мы Посмотрим На Страны Латинской Америки Где в конце 80-х В начале В конце 80-х Прежде всего В Чили Или в других Странах Происходила Политическая Трансформация То она Как раз Была Связана С общим Изменением Глобальной Обстановки Прекращением Холодной Войны И фактически Что стало Причиной Того Что Соединенные Штаты Америки Перестали Поддерживать Авторитарные Режимы Которые По их Мнению Являлись Тормозом Для расширения Идеологического Влияния Советского Союза Ну и Можно Вспомнить Известные Слова Рузвельта Относительно Самосы Диктатора Латиноамериканской Одной Из Латиноамериканских Стран Когда он Сказал Что Хватен Сукин Сын Но это Наш Сукин Сын И К сожалению Эта формула Работает По отношению К Беларуси Но Если мы Смотрим На влияние России Россия На сегодняшний День Будет Оставаться Главным Ключевым Фактором Устойчивости Беларусского Авторитарного Режима О чем Путин По сути Прямо Сказал На встрече С Меркель Что Проблемы Беларуси Остаются Внутренними Проблемами Только не Сказал Внутренними Проблемами Кого Потому что На самом деле Беларусь На сегодняшний День Рассматривается Внутренней Проблемой России И Действительно Вот Влияние Российского Фактора Будет Иметь Ключевое Значение И Практически Российский Фактор Играл Слого Рода Важное Влияние В результате Вот Размывания Электоральной Поддержки Лукашенко Потому что В период Нарастания Кризиса И Формирование Нового Лидерства Как раз таки Существовал Убежденность Того Что Путин Принял Решение Убрать Лукашенко Фактор Появления Бабарико Появления Того же Цепкала В какой-то Степени Тихановского Они Сводили В большинстве Случаев Риторику Политическую К тому Что За Процессом Трансформации В Беларуси Может стоять Россия Это в какой-то Степени Мобилизировало Часть Пророссийского Электората Вокруг Вышеупомянутых Игроков Но Что Если говорить О Факторах Которые Могут Способствовать Разрушению Авторитарной 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 Системы В Беларуси То Конечно же Прежде всего Это могло бы быть Устойчивое Гражданское Общество Но К сожалению На сегодняшний день Оно находится Под тотальным Прессингом И С одной стороны Это фактор Успешной Трансформации С другой стороны Противостояние И подавление Гражданского Общества Это один из Ключевых Факторов Устойчивости Режима Потому что В процессе Репрессий Происходит Интенсивное Вымывание Пассионариев Из Беларуси Прежде всего Того Актива Который Принимал Участие В непосредственном Столкновении С системой И Вымывание Пассионариев Оно способствует Стабилизации Системы И Фактически Вымывание Оно Оно Замещает Массовые Репрессии В плане Тех Репрессий Которые Существовали В Гитлеровской Германии И В Советском Союзе Когда просто Физически Устранялись Все противники Системы Сейчас Это Замещается Вымыванием Хотя В какой-то Степени Компенсируется Информационной Активностью Но Так или иначе Физическое Воздействие На режим Является Ключевым Фактором Изменений В системе На сегодня Физическое Противостояние Если мы Посмотрим Объективно На ситуацию В Беларуси Оно Невозможно Но вот Что интересно Если говорить Еще о причинах Того Кризиса Которому Пришла Страна В 2020 Одним Из ключевых Я Не соглашусь Что это Был Ковид Или Какие-то Другие Потери Доверия К Средствам Массовой Информации На мой взгляд Одним Из ключевых Факторов Вот Этого Взрыва Стала Эрозия Лидерства Политического То есть Неадекватность Реакции Лукашенко На те Проблемы Которые Возникали В Беларуси И Принятие Решений С грубейшими Внутренними Политическими Ошибками Ошибками Управления Кстати В докладе Котор про это Не упомянул В докладе Есть Ссылка На то Что действительно Ряд Ошибок Спровоцировали Целый Комплекс Дальнейших Процессов Это прежде всего Реакция Лукашенко На Ковид Как таковой Его Хамское Отношение К людям Которые Болели Или умирали Отсутствие Какой-либо Слаженной Государственной Даже популистской Поддержки Для тех Кто Пострадал От Ковида Лукашенко Неоднократно Говорил Что денег Не даст Хотя бы Если бы Были Какие-то Популистические Высказывания С его стороны Это конечно же По-другому Привело Или вызвало Другую Реакцию Его Абсолютно Нелидерское Поведение Поведение Не отца Нации Он Позиционировал Себя И многие Белорусы Называли Его Батькой Вот Эта Трансформация Образа Батьки В какого-то Отчима И В какого-то Просто Тирана Оно Как раз таки Была спровоцирована Вот его Неадекватная Реакция Внутренней Эрозии Лидерства Фактически За последние Несколько Лет Ну я бы сказал За три Года Особенно Это было Очевидно В период Последней Парламентской Предпоследней Парламентской Компании Когда Мария Василевич Стала Депутатом Парламента Последнего Созыва Это Султанизация Режима Если кому-то Интересно Могут Ознакомиться С работой Хуана Линца И Альфреда Стефана Относительно Султанистических Режимов Когда фактически Авторитарный Лидер Сильный Лидер Превращается В султана И вот Если мы Посмотрим На взаимоотношения И на Окружение Его Это Окружение Красивыми Женщинами Мария Василевич Один из таких Примеров Служба Протокола Появление Лукашенко Вообще В окружении Вот этих Дам Сопровождающих Его Практически Жизнь Такого Уставшего Султана И Его Предвыборная Компания Она Показала Такое Определенное Нежелание Участвовать В активных Политических Процессе Надежда На систему Которая Фактически Не оправдалась И вот В последнее Время Особенно Если мы Обратим Внимание На его Восьмичасовое Выступление Несколько Пару Недель Назад Которая Была Это попытка Обновить Свою Остановить Эрозию Лидерство Снова Восстановить Харизму Привлекательность Свою Хотя Это уже Запоздалое Действие Скорее всего Долгосрочного Эффекта Иметь Не будут Для системы Потому что К эрозии Лидерства Добавляется И физическое Старение Проблемы Со здоровьем Это также Было видно Во время Его выступления Хотя После выступления И Как раз Дальнейшая Судьба Персоналистского Режима В Беларуси Будет Зависеть От Физического И психологического Состояния Лукашенко Насколько Он будет Способен Сохранять Контроль Над Системой Прекратить Дальнейшую Эрозию Вот этого Собственного Лидерства Политического Чтобы не Оттолкнуть Даже тех Кто Сегодня Его Окружает И Как раз Ослабление Его Как Правителя Может привести К внутрисистемным Процессам Но это Прежде всего Будет Как раз Таки Связано С борьбой За власть И перераспределение Власти Внутри Самой элиты С процессом Старения И с процессом Ухудшения Состояния здоровья Лукашенко И тут Можно ожидать Два сценария Либо Узбекский Сценарий Либо Сценарий Азербайджанский И вот тут Не было Он не был Упомянут В принципе Транзита В рамках Одного клана Будет ли он Эффективен И реализован Беларуси Пока что Сказать Очень тяжело Но к этому Лукашенко Все-таки Стремится И от этого Сценарий Сценарий Он Не откажется Что Может Спровоцировать Устойчивость Или Повлиять На устойчивость Режима Тут Тоже В докладе Были упомянуты Так называемые Факторы Черного Лебедя В какой-то Степени Для режима Черным Лебедем Стал Коронавирус Но С другой Стороны Он Он Б мог Стать Белым Лебедям Если бы Власти Адекватно На это Отреагировали Если бы Лукашенко Адекватно Отреагировал Во многом Действительно Лукашенко Если мы Посмотрим Вообще На эволюцию Системы Спасали От Каких-то Углубленных Внутренних Кризисов Это Белые Лебеди Мы Вспомним 2001 Год Террористические Атаки В Нью-Йорке И Все Забыли Про Выборы В Беларуси Можно Вспомнить Ситуацию После 2010 Года Когда Система Находилась В изоляции Вот это И был Кризис Не такого Масштаба Каким Он был В 2020 Году Однако Война В Украине В принципе Разморозили Отношения С Лукашенко И позволили Системе Выйти Совершенно На новый Уровень Как экономических Так и политических Взаимоотношений С Западом И к сожалению От Белых Лебедей Мы И сегодня Не застрахованы Которые Могут Дать Дополнительный Ресурс Уже К маю Месяцу Внимание К Беларуси Оно Упало В значительной Степени Это было Связано И с новой Волной Ковида Это было Связано И с отравлением Навального И возвращением Навального В Москву Арестом Его И осуждением Это было Вызвано Рядом Других Факторов И если Бо Опять же Прямо Скажу Неполитологические Идиотские Решения Лукашенко Ситуация На сегодняшний День Для системы Могла бы быть Совершенно Иная Идиотским Решением Было Как мы Помним Силовое Принуждение К посадке Самолета Рейн-Эйр Что вызвало Новый Виток Внимания К Беларуси И Естественно Вызвало Реакции То есть Вот мы Видим Белые Лебеди Которые Способствуют Стабилизации Могли бы Способствовать Стабилизации Системы И видим Неадекватное Реагирование Лукашенко Которое Связано По большему Счету С его Какими-то Психологическими Особенностями И Своим Собственным Восприятием И реальности Конечно Можно говорить О влиянии России И так далее Но Тем не менее Фактор Белого Лебедя Исключать Исключать Нельзя Что касается Вот Перспектив В ближайшее Время Ну Я думаю Что На мой взгляд Изменений По крайней мере В ближайшие Годы Таких Радикальных Системных Вряд ли Можно ожидать И Самым Важным Тормозом Для транзита Демократического Ключевым Будет Конечно же Фактор России Усиливающаяся Интеграция Ну И скорее всего В стратегическом Плане Возможны Риски Появления Российских Дополнительных Военных Объектов Либо Военных Баз Которые Исключат Демократизацию Беларуси На долгие Годы О чем Тут уже Говорил Петр Тут еще Нужно Учитывать Кроме Чиновников Я Отдельное Исследование Проводил По силовикам В принципе Даже Не чиновники В какой-то Степени Могут Определять И будут Определять Устойчивость Демократизации А армия Которая Во многом Русифицирована И в принципе Ключевые Посты На сегодняшний День Начиная От Руководителя Совета Безопасности Вольфовича Который Является Русским Родился В России В Казани В принципе Яркие Представители Русского Мира В Беларуси Заканчивая Всеми Начальниками Ключевых Позиций Генерального Штаба Или Министра Обороны Хренина Все они Привязаны К Российскому Миру К русскому Миру К российской К русскому Мировоззрению Русской Доктрины И скорее всего Армия не будет Фактором Как во многих Странах Где произошли Изменения Фактором Не только Демократизации Но и Защиты Суверенитета Беларусь А без Суверенитета Нынешних Условий Без Независимости Устойчивой Демократизации Вряд ли Произойдет В стране Спасибо 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 Павел За этот Анализ Конечно Слушая Слова про Белов Черных Лебедей Я подумал Может На следующей Дискуссии Надо представить Леополу Потому что Басик Приглашается У нас такая Орнитологическая Политология Ну А если Серьезно Мне Очень понравился Этот аргумент Насчет Нехватки Популизма Лукашенко В ситуации С коронавирусом Потому что Мне кажется Чаще всего Обращают В анализе Внимание На Нехватку Проблем С менеджером Нехватку Разумных Решений Это Понятно Но тут Кажется И такого Даже Неразумного Популизма Ведь И этого Не хватило Хотя Вроде бы С этим Лукашенко Справлялся Значительно В других Ситуациях С популизмом Лучше Он был занят Ну да Вроде же Раньше Таких Любил Хорошо Я тогда Попрошу У нашего Спикера Попрошу Также Поделиться Своими Рефлексиями По поводу Исследования Которые Петр Препрезентовал И по поводу Вопросов Касающихся Факторов Устойчивости Режима Какие они Сейчас И как Это может Повлиять На будущее Виталий У вас Микрофон Выключен Да 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 Теперь Все нормально Дякую Вадим Я думаю Что В районе 5-7 Клевинов Приблизно Так У нас Хронометр Так Я думаю Больше Я Чувать Мне Нормально Так Больше Я не Прошу Добрый Ну Я бы Просто Поделился Сопроводами Которыми Такими Рымарками Завагами Я Прочитал Везик Этот Текст Мне Вельми Сподобался В Венценте Что Я думаю Для Неких Своих Публицистичных Артиклов Ци Реплик Нават Покинул Себе Некольки Нататок Над Якими Можно Спрочаться Якие Можно Развивать Гэта Фраза Про тоя Што В социаполітичной Реальністі Не існує Неких Законов Добрый Што Авторы Гэтага Великого Даследовання Гэта Разумеюць Вось Пополіки Ну Як Відома Эксперт Это Той Чудак Які Робіць Некие Прагнозы А потым Спрабоя Разумна Патламачить Чаму Яны Неки Справдзіліся Так Што Гэтым Спасылка Петром Зроблена Што Менавіта Беларусі Як Напавны Кожнае Країні Дасадкова Унікальны Выпадак Вось Як Калісті Здаецць Той же Ханкинтам Дасаў Про Розны Країны І што Але Ёсць Гаїці Унікальны Всіх Унікальны Вось Нам Здаецца Што Беларусь Самая Унікальна Я памятаю Калі Я был У Маўдові Колькі Гадоў Таму Мені Былу Паракадання Што Аны Йшэ Больш Унікальны Чым Мы І па Сутнасті Праблемо І па Некому Нагрывас Уні Праблемо Так што Сё-такі Не будзем Лічіч Што Мы Такі Самые Загадкавы На Всім Свеці Але Гэта Всьоткім Барта Прызнаць Што Беларускі Выпадык Дастаткова Орэгінальны І Унікальны Менавіта Беларускай Автократы Спадабалас Мене Тое Што Калі Напрык Гаварылі Написана Бало Празначэні Парты Улады Гэта Адзін З момента Які Яні Так Инстинктивно Падазрывала Лі На такім Зровні Скажым Теоретична Паліталагічным Убачыл Гэта Пераканання Гэта Што Парты Улады Яна Все-таки Больш Моцная Конструкція Для Авторитаризма Яна Павіліч Шанцы На Выживання Ну Сыходяч З Статыстыки І З Разгляду Паперэдніх Історичных Прыгадов А Вось Лукашэнка Не Хоча Парты Улады Не думаю Што Йон Там Не Разумея Што Яна Магла Бы Узмасніть Його Позиці Просто Вось Не можа Переступіць Прас Себе Прас Свой Характер Чувая Што Самая Умовна Скажым Ручная Самая Такая Парты Улады Серовна Будзе Не Кему Перешкаджать Заминать І Сваёй Конструкцій Йон Нават Аслабляе Йон С пункту Лежній Теорий Быть Лагічной Тым Што Парты Улады Магутно Йон Незасновая Ну Ствараем Скольки Гадов Уже Кажутся Беларусь Она Так И Не Перетвараецца И Гэта Вось Одзин С той Выпадков Где Саправды Аутаритарызм Паводля Якова Мы На Першых Местах Минавіта Па Значэню Одной Асобы Дзе Нават Гэты Психологічной Якасті Гэты Асобы Не Першы Выпадок В яким Яны Падрываюць Які Просто Я Журналістським Позырком Заважаю Як Доволі Цікаво Які Доволі Ну Скажем Так Прикметні Нават Для Разваги Для Представліні Для Больш Широгай Публіки Гэты Графік 28 Зараз Мені Він Пріставіць Аля Я Вам Скажу Што Там Говоріцца Про Той Што Змена Улады Сознательная Непланированная І па ашыбкі Так Вось Сознательная 23% Атбылось Непланированная 3 І па ашыбкі 74% Ну Я нават Здіілся Чаму На гэтам Моменті Петро Рудковскі Не Сказаў Такую Репліку Што Всё В Божых Руках Улічываючі Его Бэкграунд Па колькі 74% Гэта Сё-такі Сырьозны Працэт Калі Пирамены Атбываюцца Па ашыбкі І застаецца Спадзівацца Толькі На гэтэ Памылкі Вось Але Аны Атбываюцца І гэта Негарантуэна Адна Дзве Тры Памылкі Што Выніку Іх Пирамены Пройдыць Але Гэта Вогулі Такая Стала Ну Нейкая Навязлівая Можа Быць Тэза У беларускіх Аналіток У политолога Про Памылкі Шрайбам Проэта Ніраз Гаворыць І Пётр Што Рыжым Будзе Рабіць Памылкі Таму Гэта Можа Штрухаць Далей Змен А калі Рабтом Не будзе Рабіць Памылкі А мы Такі Варянт Разглядаемці Ці Эта Немагчыма Ну Сё-такі 74% Гаворыць Што Эта Даволі Магутны Варянт Далей В тэксті Гдзе Сказана Про Репрэсі Проаналізаваны Іх Ну Скажым Масштаб І їхнія Абходнаць І такая Ёсь Фраза Ну Прояку Таксама Я Напрык Завсё Даві Є Умовна Скажым Хацел Веріць А левать Нагачыць Што Сярэдні Термінові Перспективы Улады Будыць Вымушэны Трошкі Прыглушыць Репрэсі Пайсті На Саступкі Чаму Наколькі Гэта Саправдыць Сто Процэнтна Неабходна Чаму Бэм Ні Пратягуваць Весці Такі Ж Узровень Репрэсі Можэ Быць Радыкальні Іх Ні Павілі Час Паколькі Такі Недостаткова Велікі І Просто Маюць Пэвны Тэхнічна Абмежавані Ні Хапая Месцам Мы Се Ширакаручы Даволі Дамно Самі Розны Аналітакі Пратказувалі Што На Нейкам Этапі Улады Будыць Вымушэнны Спыніць Репрэсі Весь 21 Год Пэрэважна Калі Размаснуліць Ва всю Ширіні Репрэсі Але Крімя Можэ Апошніх Тэгні Ні Даволі Спрэчні Некалькі Выпадков Взваління То Пакуль Репрэсі Не спыняюцца І Яны Пакуль Якбы Не даюць Такіх Прэкметаў Сцвяжаць Што Яны Павінны Спыніцца Вось Гэты Тэзіс Ну Йон Там Прыгучал Фактычна Адной Фразай Але Ну Неведу Махчыма Таксама Такі Які Матэматычна Немахчыма Даказаць Але З тык Самых Тэзісу Які Хацелась Бы Можэ Быць Ішчэ Трошкі Паразважаць І можэ Быць Хто Небыць Падхопіць Маю Тэму Ці Саправды Нейкая Спынень Рэпрэсі Ці Нейкі Саступкі З'являюцца На вашу думку Достаткова Такой Неабходнастю Для Улады Далей Ну Канешне Самая Зараз Гарячая Можэ Быць Тема Асабліва В гэтым Месяце Уж Знівні Калі Гадавіна Масе Значаем У Саціальніх Сетках У Телеграм Каналах Гэта Вось Са Адносіна Паміж Мірным І Немірным Шляхам Пратэста Скажу Там Телеграм Канал Сваботна Беларусь Такі Публіцыст Кунгуров І наш Ши Єльскі Вось Яны Многі Ну Скажам З розной Ступеню Харизматычнастю Обмірковуюць Акрась Мірный Пратэст Обмірковуюць Сегэты Дадзі Найкі Неднаразов Ужагучалі У Політологічніх Публікаціях Усегэты Процэнты Про то, Што Мірный Пратэст Більш Скажам Несе Верагоднасті Верамогі Але Кожны раз Кажыць Про конкретну Беларускі Выпадак Про конкретну Беларуску Уладу І Зараз Канешні Ёсь Такое Можа быць Пэвная Схилення Грамадской Думки Ва вселякам Разі Той Актывной Частки Бог Незадаволіністі Гэтым Мірным Пратэсам Нельга Сказаць Што Людзі Могаць Конкретна Адказаць А што Замен Як Выглядае Немирный І што Это Можа Быць Але Людзі Просто Ясна Што Незадаволіні Вынікам Які Для якога Прэвёв Мірный Пратэст Ни Чого Не Прэвёв Яны Пачынаюць Адмирговаць Іншу Айтернатыву Але Мало Хто Хоча Пасабаваць На сібе Эту Іншу Ініціатыву Это Самая Можа Быць Галовная Праблема В Другім Варіанці Варіанці Немирного Пратэсту Ну І Тут Калі б Сказаць Што Галовная Дзенні Меньш Эфектывны Ак Статэстыка Я б Сказал Бу Такую Можа Будь Реплику Што Аны Былі Больш Эфектывны Калі Бі Дзенні Чаланей Кіх 20-30 Чалавек Які Зрабілі Бі Палацавы Пераварот І Нагэтым Бі Сьо Скончылась Як У мене Былі Размовы С людьми Які Давули Даву Займалі Доваль Высокі Пасады У мене Такая Спецэфіка Моя Ситуація Што Єсь Такі Людзі Зараз Знайомых І Аны Просто Гаврілі Про то Чому Ніхто З тых Назаваючі Прозвіща Цеперашніх Силавяков Не Зрабіл Гэты Крок Не Ззял 20 Чалавек Не Рэштавал І Все Праблемы Країны Рэшылі Такшто В гэтам Сэнсі Вот Он Такі Немірны Гвалтовны Протэс Але Значна Больш Эфектывны Был бы Чым Месяцы Мірного Протэсту У дадзену Падку Гэта Саправды Скажым Не Папрок А гэта Просто Развага Про то Што Незавсёды Нейкі Терэтичны Расклады Могут быць Такими Адназначна Правильны Ну І Далей Можа Неколькі Таксама Цікаво Мі було Пронациональну Ідентичність Почитать Тое Што Саправды На Беларусі Ну Недостатково Моцна Там Самый низкий Процент 54% По признанню Мовы Як Самый Небходной Речі Для национальной Самоидентификації По всіх Остатніх Рейнах Больше Там до 98% Доходясь І цікаво Што Калі Нема Национальна То она Заполняється Наднациональній Альбо Субнациональній Ну Беларусі Это явно Не субнациональнія А наднациональнія І наднациональній Засюды Была У нас Такая Альбо Русський Свет Альбо Европейські Ціятам Человек Свету Ціятам Человек Европы І Вось Тое Што У нас Зараз Єсь Хаштовнас Эвроскій Пліцызм Як Сказана Даследвання Гэта Таксама Парадоксальна Рэч Цім Сэнсі Што Ну Все Жы Те Мы Газалі Ось З 90-х Гадов Там Пакаліні Савецкай Сыдуть Будзе Там Все Больш Про Европейських Людей Чиста Там Беологічна Так І Такі Процессы Былі Мы Ведаем Шо За Интеграцію З Европы Нейкі Момент Нулевые Гады Доходзіло Таго Што Было Больш Людей Чым За Интеграцію З Расею Але Литеральна Ну Там Можа Быць А пошні Гадов 5-7 Гэта Зменілася Ада Я Уж Кажу Ацебе В Даследовні Гэта Нема І Гэта Зменілася Ну Па Двух Рэчах Там Расея Стала Крым И Все Остатні Данбас Не По іншаму Себе Уявляць А другая Рэч Што Многі Беларусы Сустряліся С тымі Зменамі Які Адбываюць В Єропі Гэта Ну І там Мігрантскі Крызіс І там Тэй ж Самы Праблема Є Шлюбаў Як Квайч Амуся Многі Беларусы Ну Вельмі Непрымальная І Яны Адышлі Ад Єропейскіх Каштовнасті Мінавіцца От За гэтых Прэшынов Гэта Такі Даволі Ну Безумовна Для мене Сумны І Даволі Такі Паказальны Феномен Калі Ну Скажым Вот Праеврапейскі Каштовнастны Праеврапейскі Стала С цягам Часу С цягам Адыходу Ад Скажым Канца Савецкого Саюза Не Больш А стала Меньш Гэта Адбывалася Апошні Там Праеврапейскі Адтаго Што Не Все Процэссы Аны Безварот Найдуць Некі Адзін Прагрэссівны Прадемократычны І Праеврапейскі Блок А у Їх В Этых Процэссах Могут Быць Такі Развароты Достатково Нечыканны І Выкликанны Не Самым Скажым Так Ну Стратегічными Причынами Нічого Європі Не Отбылось Там Міна Не Развалілась Там Не Скончылась Демократы Але Беларусы Чамусті Сталі Адварочывацца Ад Європейскі Каштовнастю Ну І Можэ Быць Апошні Репліка Гэта Про Тое Што Вось Заправды Гэта Атаритарызм Пра Ступені Якого Мы На Першым Месце Што І нема Парты І нема Там Астатніва Гэта Ну Про тое Знов Вертая Да Темы Якая Задача Павінна Быць В Політичном Житсі Часто Кажуць Там Пакуль Мы Там Беларусы Не Стануць Умовна Скажым Все Беларускамовны Пакуль Яны Не Навучацца Там Намітаных Співаць Магутны Божа Вось Пакуль Ну Эта Прэставляюць Так Ні Катары Можэ Быць Пэрамену Пакуль Гэты Выходяць Так Званы Невэраятны Аканы Абзываюць Тых Людзей Які Вышы На Протэсты А Эта Невэраятны Беларуску Не Гавораць И Память Вершав Не Ведаюць Песня Не Співаць А Другого Боку Ёсь Такі Ну Скажым Аналитакі Там Соціологи Які Заявляюць Што Вот У Беларусі Пакуль Нематым Праеврапейскіх Пралиберальніх Поглядаў Большого Насельніства Аяны Дастаткова Ишше Скажым Консерватывны І архаічны І таксамы Пэраменау Мы не заслуговуем Як Нация Краина Пакулькі Вось Немаг Две Такі Крайнасті Зливаюцца В тое Стержэння Што Беларусы Пакуль Не заслужили Пэрамену Я Лічу Гэты Две Крайнасті Вельмі Непрайна Им Пакулькі Сё-такі В целым Як Паказану Гэтым Даследванні Беларусі Давно Перераслі Теперашнію Уладу Тае Што Застаяцца Нелегітымна Але Найось Перераслі Іе Скажым Життёвые Падыходы Іе Каштовнасті На Ставленні Аля Тое Што Будзе Пасля Ну Суходу Гэты Влады Будзе Палітычне Життё І Ясна Калі Кажуць Вось Сыдзі Лукашэнка Будзе Там Прарасейская Фракція Я на это Хачу Казаць А што БЫ Хателі Як В такой Крайні Геларусь С такімі Падыходами Большэсті Насельниц С такімі Каштовна Станокамі Што Не Павінна Быць Не може Быць Прарасейской Фракцій У Вольно Абраным Парламіці Чудома Ана Будзе Чудома З гэтым Трэба Ну Скажым Лішіцца Чудома З гэтым Трэба Не Будаваць Палітычнэ Стратэй Шмат Чого Будзе Будзе Можа Быць Така Крайні Радыкальная Фракція Можа Будзе І Прарасейская І Просто Гэта Будзе Палітычнэ Жыцццё Так што Я Завёл Абошні Размова Абошні Реплику Просто Даказаць Што Галовна Політычнэ Мэтэ На сёні Павінна Быць Не Фармавання Некіх Правильного Сюдома Народа На кой Можа Пайсті Дісті Годзі Якім Можа Быць Адліва И Прылива Як С той Жа Пре Европейско Змэна Улады Пашнэцца Просто Нармальны Той ці іншы Ступені Палітычныя Жыццё Кой Да Паможа Фарміраваць Той Самый Народ Так Ці Иначе Каторый Будзі Вымушаны Не Кашталізаваць Сваі Палітычны Падыходы Это то Што Я В адзінцых Артыкалав Называў Так Што Зменяться Пасэ Того Як Сидзі Лукашэнка Все Загалова Так што У гэтам Сэнсі Калі Там Пачатку Даследування Ёсць Такія Фраза Бала Што Мы Не можам Там Моралізіроваць Аля Мы Сэ такі Нашым Даследуванням Хочым Дать Некі Этычны Так Само Подставы Для Варужыць Сторонні Квадзимокатизацій Беларусі Знаннями Которые Памогут Им Идентифицироваць Те сферы На каторые Ані Састояниі Вліять Эта Сва Очеріць Паможат Участнікам Процэса Болі Экономно И Эффективно Используюць Свае Силе Время Так В рамках Гэтага И В этой Задачі Я Так Само Хачу Ставить Свае Пять Центов Што Задача Зменной Улады Сьогодні Мені Сдаєцца Больш Важна И Задача Фармавання Выхавання Побудовы Некого Идеальнага Грамацького Настрою Дякую Дякую Віталь Дякую Загад Выступ Сапораде Болі Падабаець Эта Падфамавання Сапорадо Мені Здаєцца Учті Катаре Так Натхніліся Пирамянам 20-го Года Што Некаюць Мені Здаєцца Надзея Адны Махам Прасу Звучить Учі Адрасу Проблемы Уладу Поміняць Демократы Досягнуть Ідеальна Фонаруску Выховать Параллельно Проблемы Кандерні Оборона Живіла Учі На свіці За Одну Палі Ну Так Небывай Нажаль Житті Кудай Більш Складані Чим Наші Мені До Йдава Учві У Грамаць А так Далей А А це Немінші Кажуть Лас Бат Нот Ліст Я Хачебу Передать Слова Так Сам Лейсі Руднік Так Сам Пачуці Лейсі Твої Рефлексії Одно Того Що Президавал Петр Ну І зараз Що Бачили І Павел І Віталь Так Сам Аж Мат Цікав Гдумок Накаварылі Тому Сам Можні Які Гульна Рефлексії Одно Сан Тих Факторів Які Вось Можні Цудінішіць Паріатышнім Транформаціях Дзякуй Вадзім Я пастараюся Быць Лаканічній І не закрынаць Уже Тые аргументы Які Казалі інші Спікеры Паперші Хачу Сказаць Што гэта Вельмі Класнае Даследвання Тому Што На беларускай Прастору Вогулі Не хапала Такога Глабальнага Аналізу Які Будзе апірацца На палітычну Теорію На паліталогію Агулам Так Грунтовна Як Гэта Робіць Пётр У гэтай Паперы Таму Дзякувось За Такие Цікавы Текст Я спадзаюся Што Худка Будзе Так сама Апублікованы І Усе Астатнія Прысутні Хто тут Прысутніші Змогуць Яго Пачытать Таму што Гэта Саправды Вельмі Цікава Ну і Цепер Я паспробую Просто Коратка Падзеліцца Сваімі Рефлексіями Які У мене Былі Калі Я Чытала Гэтай Текст Пеша Зых Тычцца Легітымація Мы Бачылі Тут Падчас Презентаций Такую Схэму Потым Так сама У тексті Гэтаму Прысвечана Даволі Шмат Сторонак Про тое Што Легітымація Гэта Заявляецца Адным Спадмуркам Аутакраты І гэта У принципі Такое Класічное Разумення Ёсць Розныя Типы Легітымнаці Типа Гэбэру Які Так сама Пералічываюцца І аналізуюцца У паперы І гэта Мня падаяцца Канешні Важна Пры аналізе Але Пачас Гэтага Аналізу Мнє Крыху Не хапіла Разумення Мінавіта Ці Аналізу Ресурсал Тому што Мы завсёды Кажым Што У Аутакраты Ёсць Легітымація І гэта Адзін з яє Падмуркам Але У той же час Мы забываєм Про то Што Падмурками Падмуркі Аутакраты Можна аналізоваць І праз іншай Перспіктывы І Одна з такіх Перспіктыва Про яку я Падумала Напрыклад Гэта Теорія Мобілізація Ресурсав Тоба Гэта Аналіз Тых Ресурсав Які У Рыжыма Ёсць Мне падаяцца Гэта Можна Ахопліваць Матэріальныя Нематэріальныя Ресурсы Легітымнаці Іншай Некі Падмуркі Тобок Калі Паглядзець На ситуацію Беларусю Праз Гэту Теорію Мобілізація Ресурсав То Можам Пабачыць Што Для беларускай Ситаций Ё Даволі Моцна Пасує Тому Што У Ситуацій Калі Лукашэнку Легітымным Лічусь Ні так Шмат Людей То Тобок Падмурок Легітымності Йон Стануся Менш актуальны Тому Калі Глядзець На Падмуркі Я б Глядзела Більш На Ресурсы Матэріальны І нематэріальны Але Это Канешні Можна Просто Разглядать Як Іншай Вымирання Аналізу Вот Напрыклад Калі Глядзець На Теору Мобілізація Ресурсов Патілі Ці Больш Сучасных Аутарах То Можна Просто Пасапрабуваць Деконструярваць Гэтай Розны Акоры Режиму І Паглядзець Які Больш Являюць Актуальны Для Беларусі Я ўпавіна Што Можна Будь Знайзці Вельмі Шмат Такі Кейсов Про які Мы Не думали Такіх Ресурсов Вот Напрыклад У Беларускім Кейсі Калі Глядзець На Сітуацію Про Зміновіта Теорі Мобілізація Ресурсов Технології Сталі Одным З тых Ресурсов Каталізаторам Пратеснага Руху Які Акурат Дамінаваў У Пратеснага Руху Але Ацсуднічав У Режиму І хэта Вельмі важны Тому шо Напрыклад У країнах Які З'являцца Пратеснагамі Іншага Типа Аутарэтарных Режимаў Гэта Напрыклад Китай Технології Выкарэстовуюцца Таксама Як Вельмі важны Мобілізаційніці У вогалі Ресурс Режиму Які Часта Ствараю Мінавіта Возгэты Падмурак Для Устойлівасті Гэтага Режиму Таму Мне падаяцца Шо У беларускай Сітуацій Мінавіта Ресурснае Дамінавання І выкарэстанне Технології Збоку Пратестоўццаў Гэта той Про што Мне б хацялся Таксама Почитаць У гэты паперы Ча говня Крыху Не хапіла Тому што Гэта Крыху На паверхній Лежыць Таксама Што У першыню Соціальны сеткі Былі выкарэстанны Інтернет Настолькі Моцна Як На прыкладах Арабскай Вісны Калі ў нас Там Былі Твітэр І Фейсбук То ў гэтых Выпадках Мы больш Кажым Про Теліграмы Іншыя сеткі Вайберы Можбыць Ютуб Таксама Як Пратмобілізаційный Чыннік Але Важна Мне падаяцца Таксама Думаць Про гэты Аналізаваць Сітуацію Збоку Ресурсов І не забаць Про ролю технологій Таксама Переходжу До наступнага пункту Пётр узгадываў Што Вось У празнаццыі Был такі пункт Про тое Што Соціальны Контракт І он Зараз Якбы Распадайцца Закош Таго Што Режым Не можа Забаспечыць Экономічнае Стала Экономічнае Развіцьо Але Мне падаяцца Што У беларускім Выпадку Гэты Не толькі Про эконом Беларускім Контракт Парушаецца Разрываецца Менавіта Закожыць Безпекі Тому што Калі У класічным Разуменні Одной Зумоваў Соціальна Контракту Заявляцца Пэлна Безпека На Узамен Лаяльністі Табы Кэта Безпека Можа Будь Экономічна А можа Будь І Фізічна І Мне падаяцца Што У выпадку Беларускім Менавіта Ацутнаць Згэтай Фізічна Дэспекі Табы Крэпрэсі Супраць Тых Хто Нават Демонстраваў Такую Высокую Лаяльнацць Даўладаў Ось Гэта Ізявляцца Прычыной Крызісу Соціальнага Контракту У країні Таму Менавіта Менавіта Падаяцца Кажым Тут Не Выклюшна Про Экономічна Чыннікі Але Таксама Про Дэспеку Яка Як мы Вельмі Часто Чулі У Пачатку Пратэстаў Стала Ключавой Табы Многі І Палітычны І Дзержавны Служачы І Іншы Групы Грамадська Супольнаці Адмавляліся Ад Лаяльнаці Рэжыму Менавіта За кошць Адсупнаці Безпекі За кошць Узровня Гвалту Наступне Што я Хацела Падкрэслиць Гэта Таксама Агулан Калі мы Кажым Про гэтую Паперу Яна Разглядае Розны Патэрны Ці Трэнды Які Йосць У Демократызаціі Аутарытарных Рэжымаў Як І чому Яны Могуць Распадацца І іншы Чынікі Мені Падаяцца Тут таксама Вельмі Важна Памітаць Про тое Што Йосць Розны Аутарытарны Рэжымы І Калі мы Возь Хлядзім На Статысыку Падобную На Видэм Гэтэ Велікая Датасэт Гэтэ Велікі Які Аналізуе Аутарытарны Рэжымы Мені Падаяцца Тут таксам Важна Знаходзіць Некія Вельмі Падобная Де Беларусі Прыклады Махчыма Про такіх Аналізах Больш Трапна Падкресліваць Тые розніцы Тые Спецыфіки Які ёсць У Беларускім Выпадку І тут Таксам Я лішу Што Важна Для Соціальніх Навук Думаць Про то Што Зараз Заявляюць Новая Тепологія Аутарытарных Рэжымаў Махчыма Яны Трапляюць І У Минулая Классіфікація Але Важна Таксама Улішваць Некія Новая Рысы Які Заявляюць У гэтых Аутарытарных Рэжымах Знову ж Можам Далёка Не хадзіць І узгадай Той прыклад Які Я ўже казала Раней Гэта Китай Які Заднаго боку Можам Канешні Сказай Што Заявляцца Грунтуецца На Ідеологічній Такой Легітымності Про яку Таксама Пётр узгадывал У Паперы Але Таксама Некатрой Даслежчакі Напрыклад Яго Классіфікуць Як Нетворкінгавы Аутарытарызм Тобок Гэта Аутарытарызм Які Выкарсовы Тэхнологі Соціальны Сеткі Інтернет Цензуру Для Не просто Для падавлення Тых Хто не пахаджаецца З палітычным Курсам Рэжыму Але Для Конкуренцій Для адкрыты Конкуренцій Для Прапаганды Перекананні Гэтак далей Такі Тыпы Аутарытарных Рэжымов Задного боку Могуць Трапляць Ужо Існуючая Класіфікація Але З іншага Маюць Некі Рысы Які Могуць Змяняць Нашай Разумення І пра Перспіктывы Гэтак Аутарытарных Рэжымов І пра Рэсурсы Які У їх Йосць І пра Тые Самые Апоры І слабые Факторы Які Мы Про Які Ми сьогодні Спрабуем Размавляць Таксама Цікавый Факт Такі Был Па перу Згадывацца Небызначынаць Ідеології Пратесту Ці Такая Слабая Хісткая Хісткая Ідеологія Пратесту І мня Падаецца Што Акурат Хісткая І слабая Ідеологія Гэта Праражым Гэта Прарахильнікаў Уладав Якія Які Не можуть Скажем так Сформулюваць Знайсці Свою Ідеологі Тому што Яна Размытая Яна Неканкретная І У їх Нема Такой Єдності У їх Нема Сімволів У їх Нема Абназначных Лідерів Які Які Вельми Вельми Переканавча Скажем так Тримають Свой імідж Тому што Мы ведаем І тут мы Звертаємся Знов до Помылок Лукашенко Часто робец І ў некіх Своїх Дзейнях І Гэтай Пабылки Таксама Закранаюць Прыхильнікаў Уладов Тому Тут Мене Падаєцца Што Праблема Ідеологі І невызначності Гэтай Політычной Ідентичності Ёсць Акурат У прыхильнікаў Уладов А у прыхильнікаў Протесту Як Паказываюць Розныя Даследвані І чай там Хаус Народныя Пытання І іншыя Даследвані Які Рабіліся Аны Паказываюць Што Акурат У прыхильнікаў Протесту Незалежна Ад Лідраў Які Хіны Патрымліваць У їх Серовна Вельмі Вельмі Падобныя Ідеологі І МЫ Ведам Пра Таксама Єднасць Сімвалов І Ведамо Што Зараз Адбываецца Пэлна Депалітизація Гамадства Табук Мы Назіраем Адваротны Працэс Які Пачаўся У минулым Годзе У Пазитывны Бок Зараз Мы Назіраем Такі Два Крокі Назад Паступову Депалітизацію Людзей Які Засталіся Украіне І гэта Канешні Можа Адбывацца Парозных Прычынах Можна Яє Назваць Толькі Вонкавай Депалітизація Але У то же Кучэй За ўсё Йось Гэта Пэвна Ідеологія І та Самая Єднасць Якую Демонструюць Розная Саціологічная Даследвання І Што тут Цікава Таксама Калі Не адыходзіць Далёка Ад кэтага Прыкладу Ад Кітая Напрылад У Аутарытарных Краінах Змоцной Такой Ідеологічной Легітымнастю Улада Йось Такая Розніца У тым Што Яны Спрабуюць Прас Свою Прапаганду І прас Моцную Ідеологію Заховаць Україня Такі Середні Клас Альтішніки Экономісты Розные Інтелектуалы І так далі Бізнесоўцы Тобок Гэтая Людзі Вельмі Часта У Выпадку Такой Країн Як Китай З моцной Ідеологічной Легітымнастю Застаюцца У країні Тому што Для їх Ствараюцца Пэвныя Экономічны Умовы Для їх Ствараюцца Даспека І тады Соціальны Контракт Працуе Хучай У фармація Депалітизація Грамацтва Але У той же Час Экономічны Умовы І іншы Спріальны Спріальны Контэкст Такі Для людзей Моцна Ідеологія Таксама Часта Дазваляє Ім Рабіць Вибар На карысь Таго Кап Заставацца Україня У беларускім Випадку Ми ведам Што Адразу З карабля Бягуць І айцішнікі І іншы Прасунькі Середняга Класу І Інтелектуалы І студэнты І гэтак далі Тому Закошт Таго Што Няма Гаранты Гэтага Соціальна Контракту Па Бяспец І па Экономіце І Няма Гэтай Моцна Ідеологічна База Яка Будь Спрацавала На прыхильніка Протесту На сёнішній Момант Адбываць Аменавіта Вось Гэтая Утечка Мозгол Про яку Таксам Можна Казаць Асобна Але Я пайду Далей Верім Важна Мні падаецца Таксама Вось Упа Перы Узгадывалася Даследвання Каштоўнастя World Value Survey У якім Беларусы Паказываюч Што Яны Хочыць Моцной Хваля Народнага Пытання Паказываюч Што Беларусам Вельмі Важна Каб У протеста Был лідер Вельмі Важна Каб У керавніццві Ва уладзі Был лідер Моцной І Таму Мня падаецца Што У сітуацій Калі Грамацтва З аднога Боку Хоча Демократы Хоча Свободы Хоча Роўнасті Хоча Справедлівага Політычнага Гэта Такая Крэху У нейкім Плані Гэта Крэху Суперэшнаць Таму Мня падаецца Што Што Зараз Таксама Можна Рабіць Демократычным Сілам Гэта Акурат Ціснуць Переконваць Грамацтва У тым Што Им Патрэбна Такая Децентралізація Актырізація І Што Моцну Політычны Лідер Неабавязкова Вырашае Усе Праблемы Які Існуць У Новым У Новой Дзержаве Пасля Переходу Ад Ампократы Таму Гэта Вось Адзін З такіх Таксама Пунктов Які Мня падаецца Венне Важна Улічыць Я Уже Амалі Сканчаю Пётр Рызгадывал Про тое Што Без Політычных Парты Уладам Небыта У беларускай Сітацій Лепі Адрымлівацца Але У той же час У моцнай Аутэртарнай Сістэмі Часта Ёсць Політычна Парты Улады Якая Дапамагае Утрымліваць Уладу Рабіця Большу Стойлівай Сістэмнай І працяглай Мня падаецца Што Можа Быць Гэта Працягвання Завушы І пошук Пазіцыву Але Мня падаецца Пакуль Вось У Беларусі Німа Прасторы Для Палітычных Парты Мы можам Спадзвацца На той Што Рэжым Больш Худка Разваліцца І Зробіць Тую самую Памылку Якую Прайку Так часто Кажуть Беларускі Эксперты І аналітыки І што Гэта Памылка Буде Варашай А гулам Мня падаецца Што Демократычной Сістэмі Каб Пабудаваць Демократычну Сістэму Украйні Нам І разлиця парты І грамадзянская Супольнасці І комунікація З насельністам Тобух Не падаецца Збоку Демократычных Сілаў Ці Грамадзкі Адукаційных Ініціатыва У них Хапаець Рахувасцю Менавіта Адукаційных Акомпаненту Які Акурат Можы Саць Тым Чынікам Які У будучші Будзе Спрыяць Стабільнасті Устольвасці Сістэму Да Вельмі важна Менавіта У гэтым Політычным Крызісным Моменті Пратягваць Гэту Адукацію І комунікацію З насельністам І тумачаць Чаму Лідары Патрэбны Чаму Лідары Непатрэбны Чаму Гэта Нармальна Браць Рызыкі Про які Таксама Дарачу Паперы Узгадывалася Чаму Важна Рызыкаваць У Такіх Сітуаціях Калі Отбываць Пераход Одної Сістамы До другої І Таксама Вельмі важна Для Устойліваці Спрабываць Всё ж такі Деконструяваць Сістэму Деконструяваць Рыжым Лукашэнкі Каб разумець Што она Базуецца Не толькі На лігітымнасті Репрэсіях Аля таксама На некіх Іншых Рысурсах Про які Здаецца Павел Таксама У пачатку Узгадывав Больш такі Сістэмны Падыход Разбор Рэсурса У рэжыма Мня падаецца Гэта той Што зараз Трэба і Академічна І супольнасті Аналітычна І можа быт Таксам Палітычным Акторам І вартаючыся До апошняго Пункта Петра Про тое Што Патрэбай Грамацтва На пірамены Нікуды не дзенуцца Знажатакі У Беларусі Зараз Збываецца Зваротная Мня падаецца Ці Скажам так Вонкавая Депалітызацца Калі Людзі адкрыта Не выказываюць Свою палітычну думку Як гэта було ранні І такой Вартанне Статускво У 2020 У гэта Сітація Мня падаецца Што Патрэбы На пірамены Які Не агушывацца Не артыкулююцца Праз Некі Ініціатывы Яны Нажаль Не ведуць До пірамену І гэта На гэтай Пісімістычнай Нотці Я хачу Яшэ раз Падякваць За паперу І Спадзіюся Што можна Буде хутка Уже Падшытаць Нальну версію Всьому дзельнікав Гэта Дэскусі Дзякув Дзякув Леся За гэтай Выступ Задумывацца Зараз Славамі Адносна Такой Суперечністі Паміш Западан Дэна Амоціону Ладу І на Демократу Демократу Можна Даречністі Не така Суперечність Коли Поглядеть На Приклады Аккурат Протестів Підулого Года Коли З одного Боку Відповідно Що Отбувалися Фелімети Центролизованно І люди Дземляли По власній Ініціативі Але Приде Ніяк Неважало Того Що На кожному Дорого Дорого Марші Был Западне Лідерство Того Хто Спанує Куди Як організуємо І В принципі Года Одному Ще Не сперечувало Фактично Запад На таке Мосте Лідерство Може В принципі І Супадать З тим Що Мосте Лідерство Буде Існувати До тих Часов Якщо Няка Група Буде Дозволять На це Лідерство Так Бо Мовись Такі Не веду Крепто Провняться З тим Як Існували Князі У Средневежнім Новгороді Дзі Болі Болі Князями Бут По-назві Москві Але Разом Сто Ми Параю Болі Болі Велі Межаван І Калі Їх Мосте Керівництва Людям Не підобалася То Просто Проганяли І Може Це Буде Дозволя Беларусі Але Буду Патягувати Некі Гістеричні Рамінистанцій Я Того Хотел Попросить Антона Посмотреть Те Вопросы Которые Нам Приходили Во Время Регистрації Которые У нас Уже Есть Которые Исследования Спикерам Зарані Також Хотел Попросить Наших Участників Дискусії Которые Пока Больше Болі Зрителями Тоже Будет Возможность Задать Свої Вопросы Комментарії Пожалуйста Поднимайте Руку Или Пишіть В чате Чтобы Мы Это Видели И Могли Дать Вам Слово Ну И Також Наверное Попрошу Антона Зачитать Один Вопрос Которые Пришли Наверное Дать Возможность Петру Отреагировать И на Вопрос Который Будет Задан И на Те Мнения Замечания Идеи Вопросы Которые Которые Сейчас Звучали От Спикеров Антон Есть ли У нас Вопрос Который Из списка Или Пока Дадим Слава Я Я Честно Говоря Вот Смотрю На Эти Вопросы И Одновременно С этим Не Относящиеся В общем Особо К Их Тому Да Поэтому Посмотри Ты Можешь Что-то Интересно Найдешь И Тогда Пожалуйста Юрий Дракохруст Вам Слово Рад Видеть Добрый День Меня Чутно Так Я Просто Хотел Можа Внести Невеличкое Удакладнение На кон Того Что Говорила Леся Про Прагу Беларусов Моцный Руд Я Бэта Характеризовал Инакш Я Бэта Прагу Де Здольный Влад И Вэтам Сэнсэ Мы З Вам Зараз На Прыклядзе Афганістана Бачым Прыклад Таго Што Влада Демократичная Ранная Народам Али Яна Рассыпалась Як Песок Я думаю Што Вильмі Многие Беларусы Яны Аддаюць Перевагу Не столькі Моцной Руце Улькі Менавіта Цвёрдай Эфіктывной Уладзе Якая Не Рассыпается И Я думаю Што Старэйше Пакалэнія Памятая Як В 90-х Гадах Вильмі Намі В сімі Паважанна Станислав Стаслав Чушкевич Казаў Людям У меня Няма Павнамоцтва Реакція Людей А у Тебя Павнамоцтва Ну Ладно Мы Выберім Тады Таго Каго Будуць Павнамоцтва Хто Здолі Взяць Павнамоцтва Я думаю Што Вот Эта Якбы Прага Мінавіта Да Эфіктівній Влады Да Діяздольна Я Павдару Влады Яна В Беларусах Фірмі Моцтва Причім Дадзі На Випадку Эта Вымярэні Перпендикулярна Тому Пра Якуе Мы Гаворым Демократычна Улада Можы Будь Діяздольна І Атпаведна Праєє Гаварыць І людям Скажам Тлумачыць Што Демократы Эта Эта Не як В Афганістане Ці Принамсі Эта можы Быць Не так Як В Афганістане І можы Быць Навэт Рэфлексаваць А чаму Ну якбы Вот Якія Прадумовы Таго Вот як Віталь сказав Што Якбы Што будзе Пасля Лукашэнкі Што змініцца Усё Ну калі Ана Змініцца На той Што Якбы Все Разбігаюцца Триста Тысяч Солдат Под штыком А оказываецца Ніхога Няма Вот Эта По щирості Не хателось Б Вот І я думаю Што я кажу Эта запад Не толькі Прихильніка Лукашэнкі Аля Эта Паказываець Опытані Вільне Многі Прихильнікі Пираменав Яны сваю Прагу Пираменав Формулуюць Сё такі Так Це не просто Вскрут калоди І роздача Карт Як завгодно Як в Афгані І ми не хотіли Эта доклада Що Закон Спасибо Юрию Мне кажется Хороший тезис Теперь Если раніше говорили Ви що хочете Як на Україні Тепер Должны пропагандисты Говорить Ви що хочете Як на Украністані І це Наверное актуально Глядя на последні Собітия Многі белоруси Хотіли б Чтоб Беларусь Вла власть Которая Допустит Просто Постоянно Разрушались мосты Такі-такі речі Просто Хотелось б Чтоб було Нормальна З інфраструктура І це В общем Доволен здравий Адекватний запрос Допустив людей Ну хорошо Спасибо Юрию І все-таки Як і обіщав Слово Петру Возможність Отреагувати На Що було сказано рані В тому числі Которые касались Ісследований Я біжу Петру Теписав в чат Повідо того Когда оно буде доступно Можуть в тому числі І голосом Це озвучимо Для тех Кто Путім буде Смотреть нас На Ютубі Петру Я зараз Могу говорити Хорошо Така Организовано Інформація Інформація Ще В процесі Верстки Наневерстки Редактировання Відчутки Сам текст Ісследований Але В такому Сокращённому Виде Уже Появиться Завтра А Уже В такому Полноценному Полном Виде В формате PDF Появиться К концу Недели Вот Поэтому Значит Заходите Там на наш сайт Я ссылку Сбросил в чат Вот Это Ісследование Появиться Некоторые Спикеры Уже Ссылались На Ісследований Большинство Практически Все Остальные Участники Ще Не Видели Этого Ісследования Но Вот Уже То Процесс Дискуссии По самому Ісследований Начался Это Уже Хороший Момент Большое Спасибо Дискутантам За Эти Замечания Рефлексии Здесь Конечно Я не Буду Забирать Время Чтобы Детально Там Комментировать Тем более Что В значительной Мере Это Были Комплементарные В смысле Дополняющие Высказывания Вот Интересно Было Из других Ракурсов Других Аспектов Посмотреть На 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 Ситуацию В Беларуси Мне Самому Было Интересно Вот Несколько Таких Моментов Постараюсь Коротко Надеюсь Что Коротко Так Прокомментирую Касательно Вот Ошибок Этого То Что Эксперты Там Последнее Время Ссылаются На 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 Эту Категорию Ошибок То Что Как будто Надежды Возлагают На Ошибки Витальд Циранко Обратил На Это Внимание Но В самом Исследовании Я Как Координатор И Как Редактор Постарался Не Акцентировать Этот момент Ошибок Вот Хотя Он Присутствует В Исследовании Даниэла Тризмана Важный Автор И Очень Важное Исследование Но Сама Такая Постановка Вещи Или Сама Метафора Она Мне Не Очень Ну Не то Что Нравится Не Считаю Ее Так Научно Обоснованной Потому Что Констатация Ошибок Предполагает Что Мы Знаем Альтернативный Курс Событий То Что Если Бы Этого Не Делали Автократы То Ну Почти Наверняка Они Избежали Б Падения Автократ Ну Нет Мы Не Знаем Альтернативного Альтернативных Событий Здесь Дело В Другом Это Тоже Не Значит Что Тризман Был Там Не Прав Что Это Там Плохое Исследование Очень Хорошее Исследование Но Я Я Поставил По Другому Вещь Что Что Дело Не В Том Что Делали Делают Автократы Ошибки Только Что Последствия Тех Или Иных Действий Невозможно Невозможно На 100% Предсказать Даже Более Радикально Надо Сказать На Более Чем 30-50% Очень Сложно Предсказать То И Вот Это Здесь Является Такой Таким Ну Более Научным Вот Таким Такой Научной Постановкой Постановкой Этого Вопроса Вот Но Исследование Тризма Сохраняет Свою Важность Свою Релевантность То есть Не Имея Возможности Предсказать Все Последствия Тех Или Иных Действий Вот Появляются Такие Категории Непредвиденных Коллапса Автократии Ввиду Непредвиденных Ситуаций Ну Например 22% Где Можно С высокой Дозой Вероятности Говорить Что Вот Из-за Излишка Репрессий Вот Ну Это Непредвиденные Обстоятельства Стали Слишком Сильными Слишком Такими То Что Можем Увидеть Уже Экс Пост Ретроспективно Вот Но Автократы В момент Принятия Решения Этого Не Видят И Не Могут Видеть Вот Независимо От того Насколько Развита У многих Очень хорошо Развита Политическая Интуиция Вот Здесь Уже Я Высказался На Эту Тему Вот Леся Обратила Внимание Вот На Этот Ресурсный Момент Значение Социальных Сетей Здесь Опять же Касательно Вот Организационного Момента Этого Исследования Значит Исследование Оно Будет Насчитывать Более 100 Страниц И Не Все Релевантные Моменты Можно Было Включить В него Потому Что Была Идея Создать Такое Органичное Исследование Но Будет Отдельный Будет Несколько Даже Отдельных Текстов Они Будут Повязаны С этим Исследованием Но По Некоторым Темам Все-таки Лучше Будет Сделать Отдельные Тексты В том Числе Касательно Вот Информационно Коммуникационной Коммуникационного Компонента В том Числе Роли Социальных Сетей Ну В частности Прежде всего В Беларуси Здесь В таком Сравнительном Компаративном Ключе Например Китай Беларусь Этого Мы Этим Не Занимались Возможно Стоит Этим Заняться Ну Во всяком Случа Что Это Исследование Оно Значит Ну Это Основное Исследование Но Еще Будет Так Несколько Таких Мини Исследований Вот По Отдельным Темам На протяжении Думаю Действительно На протяжении Последнего Десятилетия Среди Прочего Произошел Рост Сторонников Власти Твердой Руки Значит Увеличилось Число Тех Она По-прежнему Не Очень Большая 24 Процента Но Увеличилось Значительно Увеличилось Количество Тех Кто Не Против Чтобы Власть Военных Была Чтобы Стратократия Наступила Или Грубо Говоря Военная Диктатура Но За Этим Действительно Здесь Комплекс Моментов Это И Реакция На Майдан На Украинские События Не События Как таковые А события Которые Воспринимались Через Призму Во-первых Белорусской Медиа Значит Белорусских Медиа Государственных Медиа И Российских Медиа Потому что В прошлом Белорусские Медиа Все-таки Были Более Влиятельны Чем Последние Полтора Года Вот Поэтому Здесь Да Но За этим Стоит Все-таки Спрос Прежде всего Спрос На Эффективную Власть И Это Между прочим Вот Один Важный Фактор Популярности Виктора Бабарико Вот Несмотря На то Что Уже Более Года Он Находится В тюрьме По-прежнему По-прежнему Он Очень Популярен Его Многие Видят Как показывают Опросы Чатам Хаус Многие Видят В качестве Президента То есть Ну Как Символ Эффективной Власти Вот Не то Что Слабой Сильной Но Прежде всего Эффективной Ну И так Вот То Что Сильная Власть Там Вот Это Такой Ближайший Ближайшая Категория Которую В ходе Опросов Многие Белорусы Могли Назвать Вот Ну Спасибо Вот Это Наверное Достаточно В рамках Моей Реплики На Высказывание Спикеров Спасибо Спасибо Петр Я вот сейчас Раз уж заговорили В том числе В спросе На Власть Военных Я Задумался Что Растущий Запрос На Власть Военных Возможно Мы можем Его Частично Трактовать И как Запрос На Военный Переворот Потому Что Говоря О Власти Военных Мы можем Обобщать Силовиков Но Я так понимаю В Вопросах Не было Разбивки Каких Именно Военных Именно Вооруженных Людей Может Это Запрос На То Чтобы От Немешней Власти МВД Уйти И делать Власть На Военный Переворот Армия Которая Не так Лежала Происходящее Это Конечно Тоже Довольно Эзотические Вгляды Но Возможно Они Тоже Здесь Кроются И Хотел Попросить Антона В том Числе Насколько Помню У нас Был Вопрос Который Как раз Касался Опоры Власти На Силовые Структуры И о том Что с этим Делать Вопрос Следующий От Алана Флауэрса Какую Стратегию Вы Порекомендуете Для Передислокации Большого Количества Сотрудников Государственной Безопасности И охраны Президента Беларуси Работающих При нынешнем Режиме Как Вы думаете Было бы Полезно Сигнализировать Об амнистии Для большинства Этих Людей И дать им Четкие Возможности Для перехода К более Конструктивной И экономически Продуктивной Роли В Беларуси После Ухода Лукашенко Да Спасибо Спасибо Антон Все зачитал И спасибо Алану Флауэрсу За этот вопрос Потому что Действительно Если мы Говорим Об Опорах Опорах Режима То Безусловно Силовики Очевидно Являются Одной из Очень существенных Таких Опор И Хотя За последний Год Мне кажется Мы видели Очень много И Призывов К силовикам Не подчиняться Преступленным Приказам И много Каких-то Предложений О том И представления О том Какие могут быть Эти формы И может выглядеть Дальше Но тем не менее Судя по тому С каким результатом Мы находимся Сейчас В годовщину Маршиновой Беларуси Судя по всему Скажем так Мягко говоря Далеко не тех Результатов На этом направлении Достигли Каких многим Хотелось Я бы Наверное Тогда попросил И Петра И остальных Наших спикеров В том числе Поговорить О том Как вы видите Что касается Вот этой Опоры Режима Какие тут Ее будет Влияние На транзит Какое оно Может быть И Какие могут быть Действия Слаженные С этой опорой Для того Чтобы как-то Изменять ситуацию Не знаю Кто из Наших спикеров Готов был бы Начать Я так понимаю Павел Лусов Уже Поскольку Он пошел По своим делам Уже Не может С нами остаться Поэтому И Петр И Виталий И Леся Кто Мог бы Здесь что-то Добавить Хорошо Я могу Начать Спасибо За вопросы Спасибо За эти Цвета Которые За спиной У вас За солидарность С нами Беларусами И Украинцами Вот Касательно Силового Аппарата Здесь Никакой Никакой Коллективной Коллективной Ответственности Здесь Только Может быть Дифференцированный Подход То есть Установленная Вина И Последующее Наказание Насколько Это Важный Фактор В категориях Перемен Но Тут Пока что Нет Предпосылок Чтобы Чтобы Прогнозировать Их Какой-либо Бунт Против Этой Власти Это Понятно Что там Внутри Этих Структур Много Недовольства Но Все-таки Альтернативы Скорее всего Им Видятся Довольно Неопределенными Для Силовиков Для Военных Очень важна Такая Определенность Однозначность Здесь Ну и Здесь Очень сильный Фактор России Остается То что Вообще Белорусское Чиновенство Или Чиновничество Как-то По-русски Лучше Сильно Связано Со Своими Российскими Коллегами И Поведение Кремля Для Них Особенно Для Силовиков Является Таким Важным Моментом Я не хочу Сказать Что Ключевым Я бы Здесь Сильно Не преувеличивал Роль России Или Более Так Уточню Что Внутри Самих Российских Элит Есть Разные Разные Подходы Разные Взгляды Касательно Белорусской Проблемы Конечно На официальном Уровне Обязательно Вот такая Трактовка Как Кремля Но В таких Кубуарах Там Разные Оценки И Разные Подходы Обсуждаются Но Все-таки Если так Обобщают То Этот момент Лояльности Кремля К Белорусскому Режиму Он Сохраняет Но Это Важный Момент Поэтому Пока Оно Есть Очень Низка Вероятность Силовые Структуры Будь то Военные Будь то Внутренних Сотрудники Внутренних Дел Что Осмелятся Какой-то Вызов Бросить Автократии Спасибо Пётр О Лесе И Виталия Кто Мог бы Здесь Что-то Добавить Виталия Не вижу Лишь Пока Не вижу Поэтому Обращусь Какой Мне Насчет Этой Опор Да Я думаю Что Я тут Шмат Нажаль Не Дадам Потому Что Мне Падается Что Гэта Такое Поле Аргументы На Квант Силового Блоку В принципе У Беларуси Они Застаются Такими Доволе Недоследованными И Тут Вельми Цяжко Будуваць Некие Конкретные Кипоты Занимаючи Неких Подсверджан Тобок Мене Аргументы Про то Что Увесь Силовый Блок Трема Виктор Лукашенко Ци Там Іншай Тегоры Ядны Для мене Застаются Божь Загадковыми Чим Аналитичными Таму Нажаль Мене Цяжко Сказать Что Сти А кроме Таго Что Ужу Дадал Петр Про Аккурат Силовый Блок Ну да Действительно Слово Согласиться Учитывая Что Очевидно В этом Секторе Не хватает Нормальных Исследований Учили У себя Устанавливали Интервью С представителями Сектора И по Понятным Причинам И таких Исследований И не видим Понятно Почему Потому что Исследователи Просто мало Работают У нас Остается Не так Много Времени Уже Два Часа Дет Наша Дискуссия Поэтому Я хотел бы Знать Антон Если у нас Сейчас люди В чате Которые Поднимают Руку И которые Хотели бы Задать свой вопрос Какой-то Комментарий Если Если Такие У нас Участники Есть Я бы Попросил Обозначить Сейчас Как раз Хорошая Возможность Для того Чтобы Напоследок Что-то Еще Добавить Или Если Нет Тогда Можем Постепенно Закругляться И Постепенно Завершать Дискуссию И переходить К Заключительным Словам Есть Рука От Алана Флауэрса Как раз Может быть Мне кажется Алана Флауэрса Только что Был вопрос Поэтому Алана Если У вас Есть Краткий Тезис Пожалуйста Спасибо Я постараюсь Быть кратким Я Сейчас В Великобритании Нахожусь В принципе Можно Сделать Вывод Что Мы Оппозиция Не стремимся К Сейчас Победить Военным Образом И По сути Тот факт Что Во-первых Должна быть Не зависимая Беларусь Мы все Согласны Но Финансовая Помощь И Наложение Санкций Мы не считаем Что В принципе Это было Сделано Правильно Ну Некоторые Могут быть Шокированы Моими Высказаны Таким Но Тот факт Что Рудик Уайн Представитель МИДа В Беларусь Который Раньше Советником По России Совет Союза Он Лично 10 лет Того Назад Со мной Обсуждал Зачем Иметь Независимую Беларусь Он Говорил Зачем Нам Это Вообще И В принципе Это Обсуждалось В открытую И Поэтому Мне бы Хотелось Чтобы Кто-нибудь Может быть Сказал Что Они По этому Поводу Думают И Что По этому Поводу Делать В таком случае Да Я хотел бы Для Для Реакции Наслова Сейчас На Вопрос Алана И Для Заключительных Ремарок По Нашей Дискуссии Хотелось бы Уточнить Вы имеете Ввиду Относительно Санкций По крайней мере Правильно Ли Тот факт Что Санкции Используются Для того Чтобы Повлиять На Беларусь Нет Не так Тут две части Первое Что Вопрос Того Что Международное Сообщество Вообще Работает Для Блага Сохранения Индействия Беларуси В Великобритании Этот Аргумент Это На самом деле Не Что-то Данное Что Советник Который Общается Напрямую Из главных Сторств Они Напрямую Признают Что Беларусь Сейчас Уже Поглощена Россией И возможно По крайней мере В будущем Будет лучше Если Состоит Санте-факто До И этот Аргумент Стоит Ли Вообще Странам Подвергаться Экономическому Давлению Я думаю Что Это Аргумент Если Мы Посмотрим На Историю Реакции Британское Правительство На Эффективные Санкции Мне кажется Что Не хватает Понимания Того Что Существуют Другие Аргументы Которые Нужно Использовать Другими Словами Например Краткосрочные Страдания Для Двосочных Достижений Я думаю Что Западные Правительства Не считают Что В будущем Будет Действительно Победа То есть Вот Комментарии Насчет Трех-пяти лет Вот Это Конечно Не помогает Западные Правительства Нужны Сценарии Которые Говорится Если Вы Сделаете Это Можем Достовериться В том Что Будет Причина Которые Придут Изменения Через 6-12 Месяцев То есть Тут Все Сводится К Менталитету Западных Правительств И Вопрос По неристам Считаете Ли вы Согласны Ли вы Что Есть Такой Взгляд На Это И Что С Тем Делать Как Это Повлиять Как Это Поменять В Отношении Беларуси Говоря Менталитете Очень Сложно Что-то Комментировать Особенно Когда Мы Говорим О Крупных Станов Вроде Верхобритании Или Западной Европы Конечно Есть Много Этических Аспектов И Вопросов Связанных С санкциями И Последствиями Которые Которые Они Приводят Но Честно Говоря В Настоящий Момент Мы Сделали Часть Посвященную Санкциям Минимальная Потому Что Тут Этот Вопрос Амбивалент Не Однозначный И Заслуживает Дополнительного Анализа Однако В Время Как Мы Должны Признать Что Автократы Может Могут Реагировать Только На Стимулы Позитивные Негативные И Санкции Особенно Экономические Санкции Важны И Являются Важными Стимулами Которые Могут Повлиять Не Обязательно Поведение Но Образмышления Автократов Опять же Это Такой Неоднозначный Инструмент Но Без Его Применения Стоит Вопрос Какие Другие Международные Инструменты Которые Могут Повлиять На Поведение Привести К Положенным Результатам С Стократами Не так Просто Это Несмотря На Неоднозначить Этого Инструмента В некоторых Случаях Он Вполне Правда Спасибо 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 Петр Я бы Тогда Поскольку Наше Время Заканчивается Последние Ремарки Лесик Доброе Давайте Ну Я На самом Режу Что Вельми Знову Вельми Важно Что Нареш Заявилось Такое Даследование Глубокое Великое И Выкрасывающе Политичные Такие Веды Политичной Теории И Политологии Таму Вельми Хочется Побач Свойник Я думаю Что Важно Закранать Тие Моманты Кали Выкрасывающе Политичную Теорию Вельми Важно Закранать Тие Моманты Яке Актуализують Политичную Теорию Для Практики И Не забывать Про тое Что Такие Моманты Як Социальные Сетки Ресурсы Розные Опоры Могутся Разглядаться Из Розных Перспектив И Вельми Важно Уличивать И Презентовать Так само В своих Выниках Тоже Час Даследование Прославляю Вельми Широкий Спектр И Легитативности И Менеджмент Розные Розные Погляды Лидарства И Розные Тринец Тому Будем Спадзваться Што У Беларуси Будуть Дастукты Такие Дадзины На основе Яких Можна Будуть Пратягваць Рабить Такие Даследване И У Принципе Аголом Пагаджаюся И З Виталем И Не Ваусим Але С Палом Так Сам Пагаджаюся И Думаю Што Перспектива У Беларуси У першу чергу Павіна заключаться Утым Каб Беларусы Зараз Эфективно Выкарастовыли Свой ресурс Які Адзіны З ресурсов Які Зараз Абсолютна Належыць Демократычным Силам Гэта Час І Гэтый Час Можна Выкарастовыць Для Пабудовы Устойвелівага Грамацтва Устойлівых Практык І Устойлівых Низавых Інстытутов У той же час Лідары Могуць таксама Выкарастовыць Гэтый Для Узмацнення Пабудовы Устойлівості А не Пазбєгнуць Пэлных Рызыкаў Пабудовы Ці трансферу Аутарытарнаї Систэмы У новы Аутарытарнію Систэмы Таму час Йось І Гэтый час Траба Выкарастовыць З розумым І чыкаць Пакуль Адбузыцца Сіміццеці Чтырохадцоткава Вірагоднацць Памылкі Збоку Рыжыма Дзякуй Дзякуліся Віталь Кулаць 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 Микрофон Плюшыць Так Я б сказав Што Даслєдування Гэтэ Ешэраз Ні Глєзіща На той Што Пэлтар Сказал Што Гучалі Камплементарна І я Ні пабаюся Ешэраз Камплементарна Выказаццца Пра Його Яно Патрэбнае Яно Вільми Важная Я нават Сказал Пэлном Сэнсі Што Павінна Быць Стать Такой Як Библия Беларускай Паліталогі І чамо Я так Паравнаю Тому Што Библия Кожны Можа Знайсці Сабе На все Выпадкі Жыцця Тому Эта Великая Кніга Для Пессимизма Для Аптимизму Для Мира Для Вайны Можа Найсці Се Атповедные Цитаты Атповедные Выпадкі Та што Я думаю І ў гэтым Даследанні Я ўсё Прочитал І злаюся Надумцы Што Можна Знайсці Як Для Пессимизма Як Для Аптимизму Як Для Активизации Так И для Скажым Сідэння Задумливым Бідам Як Кажуть Чыкать Пакуль Труп Вороха Праплыве Каля Цибі В гэтым Сэнсці Гэта Даследанні Павінна Стать Такой Біблі Беларускай Париталогі Пакулькі Сапрады Такого масштаба Я не Сустрыкал Ну і Подрыгое Сапрады Ано Атламачыць Нашу Реальнасць На Халонай Пытані В канцэ Йго Там Приведзіны Словы Скурко Пара Ту Што Нісся Адразу Я памятаю Што Вжнімні Верасні Таксама Минулого Года Майцца Навазі Я Не Гаварыл Так Рэцка Я Все-таки Там Публіцыст Так Скай Як Называю Публічна Асоба Я Старался Гаваріць Астярожна Але Гаріл Так Што Наша Барадзьба Гэта Не Спринт Гэта Марафон В той час Калі Людзі Казалі Што Празмісць Цё Зменяться В той час Калі Людзі Казалі Што Кастришніку Лукашэнку Жі Ні Будзі Я Так Астярожна Выказував Больш Реалістичні Поблі Такім Астярожн Скажім Афімізмам Што Гэта Ні Спринт Гэта Марафон Ну і Для Марафона Патребна Территичная База Я Думаю Наша Дасйдуння Коє Мас Сьогодні Абмірковым Дай Гэта Гэта Дякую Дякую Петра Жі Я Коє Водзі Направнання Біблі Дякую За Каларитна Паравнання Ані Ані Ні Біблі Абзолю Але Паравнання Вельми Каларитна Дякую Дякую Заразім За Ваше Меркаванні Зараз 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 Того Што Дискусія Былла Гарача І Шмат Бала Цікавага Тому Дякую Шим Хто Паравлял Дякую Хто Удзелинчав Дякую Сім Спікерам Які Чытали Заследування Деся Паравдый Сто Сторонак І Як Почитати Библию Калі Уже Меркава Дякую Сім І До Нових Сустріч